всем привет друзья с вами подкаст подлодка в эфире сегодня женя котелла это я и со мной сегодня стас цыганов стас привет 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 друзья а тема которую мы сегодня будем обсуждать даже удивительно что мы так долго не могли до нее добраться сегодня мы будем говорить про всяческие платежные системы как вообще работают платежи в интернете и вот это вот все и в гостях у нас дмитрий калинин из авито дим привет и перед тем как я тебя представлю буквально пару слов мы очень рады на самом деле рассказать о том что авито тех с недавних пор и наш главный вообще генеральный партнер в рамках наших конференций подлодка крю про которые возможно вы слышали мы их уже несколько раз упоминали вот мы очень рады сотрудничать с ребятами и кстати в тот момент когда вы слушаете этот выпуск скорее всего прямо сейчас уже идет конференция подлодка ки и крю про автоматизацию тестирования бэкэнда и сре жизнь после релиза если вдруг вы интересуетесь этими темами подключайтесь вот и перейдем к нашему гостю дима занимался самыми разными интересными штуками из мира платежей работал над системой охрана pay занимался интеграцией и запуском в россии таких систем как pay you и paypal я думаю многие про эти штуки слышали был продактом в яндекс кассе которая сейчас называется юкасса и в сбербанке а в данный момент в авито работает продакт менеджером в биллинге дим все ли правильно рассказал да все так коллеги всем привет да и расскажи немного о своей карьере буквально пару слов просто интересно вот то что у тебя карьерный путь в основном вокруг всяких платежных штук вращается это так специально или это просто так сложилось на самом деле нет не только из платежных штук точнее вокруг платежных штук если посмотреть на все мои официальные места работы это как раз было начиная с осени поздней тысяч пятого года когда я закончил служить славных рядах сам славных вооруженных сил наверное года до десятого я участвую на память свою трудовую не вспомню до десятого это был чистый телеком поскольку по профильному образованию проектирование телекомсумных систем но это были основные интернет провайдер города москвы и подмосковья а потом да резкий такой свитчу сторону и кома как раз все то что ты говорил хронопей pay you paypal и так далее тому подобное но на самом деле зная как работает интернет чего время универа подавал неплохие задатки как разработчик поэтому как все сложилось что одно с другим с третьим электронная коммерция и все ясно понятно все интересно но попал на самом деле в основном случайно но история долгая мне кажется можно делать отдельный подкаст как я здесь сказал да ну у нас сегодня тема немножко другая да поэтому у нас задача сегодня копнуть в платежки максимально глубоко насколько мы сможем и кажется с твоим опытом у нас не должно быть этому препятствий и наверное последнее что я хотел сказать друзья если вдруг вам вашем сайте или вашем интернет-магазине нужно внедрить платежку но при этом у вас нет разработчиков мы рады вам напомнить что вы всегда можете найти разработчиков на бирже фриланса кворк кворк.ру услуги фрилансеров от 500 рублей и погнали к платежам с чего бы хотелось на самом деле начать первое о чем мне бы хотелось поговорить это разобраться вообще с тем какие во всей этой сложной машинерии если так можно сказать какие есть действующие лица потому что вот всегда когда начинаешь обсуждать с людьми которые шарят они начинают ругаться какими-то ужасными матерными словами там банк эмитент банк эквайер платежная система виза мастеркард и непонятно как это все друг с другом взаимодействует вот и хотелось бы я даже не знаю на самом деле с чего правильно начать с платежных систем там виза мастеркарда или с банков хочется вот в терминологии сначала разобраться так ну давай тогда такую маленькую обзорную экскурсию сделаем кто у нас основные действующие лица именно по ролям в российском и коме ну говорю про российский поскольку основной опыт именно здесь но давайте начнем с банков поскольку ни для кого не будет секретным что банковская карта а также всякие карточные продукты а-ля там apple pay google pay и самые основные методы оплаты и самые популярные вот это все поэтому да без банков здесь никуда банки ну можно определить грубо говоря на два типа есть банк имитент это грубо говоря тот который выпускает карты и раздает своим клиентам а есть банк самостоятельно раздает обслуживает снабжает всякими программами лояльности и вот это все обеспечит хорошим удобным интересным мобильным приложением для всяких там оплат и есть банк эквайер который на самом деле занимается в основном тем кстати будет двойственность но они чуточку попозже занимается тем что обслуживает прием оплату своих клиентов если у банком емитента клиенты по хорошему основном это пательщики у банка эквайера в основном client это сама магазины мерчанты мы их называем но но и в теории может быть банком митинг который вообще не занимается эквайрингом теория может быть банка эквайер который вообще не занимается эмиссией но как правило обоими ножками в разной степени банки этим занимаются. Есть хорошие и большие банки, которые одновременно и там, не знаю, неплохой эмитент и по доле, и по качеству, и отличный эквайер. То есть он работает и там и там. Есть примеры каких-то банков, у которых как раз-таки очень ярко выражена одна конкретная роль, что он эквайер, а роль эмитента у него такая, чисто для галочки. Слушай, вот в голову такой не приходит, но возможно от недостатка знаний, возможно, такие ребята есть, просто я о них либо не знаю, либо не помню, либо забыл. Окей, нет, просто любопытно. Соответственно, да, вот два типа банков у нас есть, но сами по себе банки это понятно, что некая вещь в себе, и работать это только с этими банками не будет. Соответственно, есть плательщики, те самые клиенты-эмитенты, в которых в руках тот самый пластик, либо там Apple Pay, Google Pay на телефоне. Есть магазины, что онлайновые, что оффлайновые, поскольку есть там два типа эквайринга, если упрощать, есть там онлайн эквайринг, интернет эквайринг и там, не знаю, а оффлайн эквайринг, он же, не знаю, иногда называется наземный эквайринг. Не знаю, как он называется официально, но вроде как все понимают, о чем говорить. То есть онлайн это то, что принимается на сайтах, в мобильных приложениях, а оффлайн это то, что я прихожу на кассу, в магазин, в оффлайн, или там своей карточкой такой, либо телефонной такой. Значит, у нас покупатель-продавец, банк, который обслуживает продавца, банк, который выдал карту покупателю, есть, вот тут же можно прийти к таким вещам более высокого порядка, это самые платежные системы, карточные системы, ну, из основных виза, мастер, мир. Карточки есть виза, есть мастер, есть мир. Если не вдаваться в подробности, для меня, как для покупателя, особой разницы нет, ну, кроме как, не знаю, карточка виза начинается на четверочку, карточка мастер на пять, мир начинается на два. Знаю, что миром я могу платить в Российской Федерации плюс в каких-то брусных странах, но вряд ли у меня мир примут где-то, не знаю, далеко за кордоном. Виза, мастер, я могу платить где угодно, разные программы лояльности, то есть для меня особого принципиального отличия виза – это мастер, либо это мир, если я нахожусь, грубо говоря, строго внутри РФ, ну, наверное, нет. То есть там особо не вдаваться в нюансы всяких программ лояльности, бонусов, кэшбэков, процентов на остаток и всего такого. Ну, тут, наверное, большее дело зависит даже не от платежной системы, а от банкомитента, который может делать мне, как своему клиенту, приятно, там, без особой оглядки на визу «Мастер.Мир». Если говорить с точки зрения магазина, наверное, тоже особо принципиального отличия нет, поскольку по технике плюс-пинус ровность работает одинаково. Если в договоре с эквайером у меня, как магазина, ставка не сильно отличается от визы «Мастер.Мир», я рад любому платежу, который ко мне зайдет, и, на самом деле, не сильно принципиально какой картой плательщик будет платить. Но не одним, наверное, эквайрингом жив российский e.com. Есть кошельки, ну, все мы их прекрасно знаем. Знаю, из того, что, на слуху, Тиви кошелек «Яндекс.Мани», который сейчас «Юмани», «Вебмани». Знаю, есть еще россыпь иных кошельков, может быть, не таких популярных, не таких известных, но они тоже есть, свою нишу занимают. Ну, по сути, это, не знаю, как назвать это официально, ну, тоже платежный продукт, да, я могу, не знаю, платить с баланса кошелька, который я заранее как-то пополнил. Я могу привязать к этому кошельку карту и оплачивать в магазинах, которые принимают данный кошелек, при этом деньги у меня будут уходить с привязанной карты, ну, по сути, тот же самый эквайринг, только завернутый в оболочку этого кошелька. Не скажу, что сильно большая популярность, ну, опять же, из того, что я видел в долях у кошельков, но, возможно, какую-то свою аудиторию, свой костяк данный способ лад имеет. Отдельно есть еще всякие методы оплаты, которые вытекают из банков-эмитентов, это всякие онлайн-банкинги, не знаю, из того, что на слуху Альфа-клип, Сбербанк онлайн, ими тоже можно платить на сайтах интернет-магазинов. Оплата с баланса сотового телефона, это самая мобильная коммерция. Тоже свою нишу имеют, особенно на всяких маленьких-маленьких чеках, ну, не знаю, я тоже за собой замечал, что когда какой-то микроплатеж, там, не знаю, на 38 рублей, я, мне будет просто лениво лезть за картой, я, скорее всего, спешу эти деньги с баланса своего телефона, я знаю, что там точно не есть. А вот мы сейчас, когда говорили про кошельки и всякое внутри, вот какой интерфейс я выдаю пользователям своего кошелька, какие фичи, там, все остальное, это уже, там, мое собственное дело. Короче, пойти, грубо говоря, сделать кошелек может любой. Потому что в любом случае все это упрется в обычные банки, обычные счета в банках, привязанные к каким-то юрлицам, там, и так далее. А, давай я скажу так, не совсем, если мы говорим про техническую сторону вопроса, да, ты можешь написать любой продукт, который будет, который можно будет назвать кошельком, но с недавних пор, если ты хочешь стать настоящим кошельком, то есть иметь возможность себя платить в пользу магазинов, при этом платильщики будут физлиться тоже твои клиенты, тебе нужно иметь НКОшную лицензию, РНКОшную лицензию или быть банком. Соответственно, тут регулирование, ну, уже много-много лет назад стало таким, что без формальных упражнений по обретению лицензии, по держанию себя в кошельном состоянии, ну, одной техникой ты не граничишься. Поэтому тут кажется, что не все так просто. То есть требования к тебе, как участнику E-кома, будут предъявляться и достаточно серьезно. Если вот немножко пытаться закопаться в технику, если я правильно понял, то кошелек, по сути, при помощи кошелька можно взять и оплатить, и сделать оплату там на, вот я, например, магазин, у меня есть какой-то банк Эквайр. Могу ли я, автоматически ли это означает то, что я могу, например, принимать платежи с там Кивы кошелька, с WebMoney или еще что-то, или мне тоже надо со своей стороны, со стороны, по сути, там продавца затаскивать какой-то способ принятия денег со всех этих кошельков, и, по сути, надо эту систему, там, не знаю, WebMoney или еще что-то устанавливать с обоих сторон. Я просто почему спрашиваю? Я, если честно, как прям конечный пользователь, не то чтобы мега активный пользователь кошельков, я в свое время пользовался WebMoney, но там скорее был такой вот перевод от одного, по сути, ну, такой peer-to-peer. Вот. И, соответственно, здесь вопрос про то, как это происходит, если я хочу оплатить себе при помощи, там, Киви, WebMoney, там, конечному мерчанту какому-то. Вот. Шикарный вопрос. Как раз мы упустили еще одного, еще один тип игроков на этом рынке, как раз те самые платежные шлюзы. То есть, смотри, ты, как магазин, можешь подключиться для приема оплаты карты, например, к банку напрямую, но не скажу за всех, но в основном у банка только карты Apple Pay, Google Pay. Ну, за редким исключением. Если ты хочешь иметь на своем сайте нечто большее, чем вот эти вот три, не знаю, основных мажорных метода оплаты, у тебя варианта два. Либо ты начинаешь добирать нужные тебе методы, не знаю, делая отдельные договора, отдельные интеграции с каждым кошельком, который ты хочешь, либо ты приходишь к ребятам, которые как раз можно назвать их платежными шлюзами, и они в себе аккумулируют, ну, я знаю, что, точнее, я встречал два типа ребят, которых можно назвать платежными шлюзами, отличие подскажу. То есть, ты приходишь к ребятам, которые и не банк, и не кошелек, а некий такой агрегатор платежный, которые к себе затащили возможность технического приема оплаты всеми популярными способами, ты, грубо говоря, единожды к ним подключаешься, и за эту единую интеграцию можешь у себя получать на сайте методы оплаты все, которые предоставляют даже данный платежный шлюз. И тут как раз идут отличия. Если, то есть, есть платежные шлюзы, которые тебе помогают только с техникой, но при этом ты должен договора иметь прямые с каждым источником платить. Отдельно с кошельком один, отдельно с кошельком два, отдельно с банком три. Просто платежный шлюз тебе снимает весь головняк в части интеграции, лишних интеграций и вообще транспорта до этих методов оплаты. Но при этом деньги за минусом комиссии ты получаешь напрямую от банков и кошельков. А есть ребята, которые через себя пропускают и в том числе денежные потоки, поэтому тебе вообще одна интеграция и один договор. Поэтому ребята у себя... То есть, я даже с банком не договариваюсь, я прям напрямую иду в платежный шлюз и с ними договор заключается. По хорошему, да. То есть, есть такие кейсы и на старте, наверное, мне кажется, ну, можем об этом чуть позже отдельно поговорить, на старте, наверное, кажется, что это самый простой вариант пройти бординг в какой-нибудь платежном шлюзе, сразу поиметь хороший набор методов оплаты за одну интеграцию и, в принципе, с незначительным вложением по интеграции в эту историю и получать деньги по всем методам в рамках одной выплаты на следующий рабочий день, грубо говоря. Поэтому, да, платежные шлюзы еще на этом рынке есть. Кажется, что неплохо себя чувствуют. У меня тут еще вопрос по всей этой истории. Я не очень понял. Мы уже несколько раз вспоминали Apple и Google Pay. Я не очень понял, где вообще в этой системе координат они находятся. Они... Это что-то типа платежных систем, они с точки зрения абстракции или это способ оплаты, или как... Где он находится? Ну, слушай, возможно, сейчас я скажу неправильно технически, но, возможно, правильно фактически. То есть, они... Я имею в виду, что Apple и Google предоставляют ту же самую инфраструктуру, то есть транспорт. Но при этом внутри них все равно живут те самые карты. То есть, когда я привязываю карту к Apple Pay, приложение своего банка, все равно я вкладываю свою вот эту карточку в Apple Pay. Поэтому, когда я плачу Apple Pay, происходит некая магия, и вот этот вот синоним карты, он дальше гуляет, как обычный карточный платеж со всеми вытекающими последствиями. Просто Apple и Google на себя берет вот эту вот всю обвязочку в части, как это выглядит, как это хорошо, не знаю, в один клик оплачивается, подтверждается, и вот это все. Но внутри себя все равно это банковская карта. Давай скажем так. То есть, сейчас это получается, грубо говоря, вот если так попытаться какую-то аналогию, что ли, провести или метафору сделать, что вот есть у нас как бы входная точка в платеж по карте, и обычно у нас эта входная точка выглядит так, что мы там вставили в терминал, ввели пин-код, или ввели карточные данные где-нибудь на сайте и ввели там CVC, какой-нибудь CVV, плюс нас еще там кинуло на 3DS. То вот всю эту часть до момента, пока мы там верифицировали, что это действительно мы хотим оплатить. По сути, вот Apple Pay или Google Pay это ровно вот эта же самая часть, абстрагированная за счет того, что там Apple или Google могут взять на себя обязательства какие-то или необязательства. Я не знаю просто, как это работает именно в плане взаимоотношений компании, условно, Apple и там банка моего. Ну, короче, что они на себя вот эту часть берут, они могут сказать, что да, действительно, с этого девайса прилетел какой-то токен, который там по, типа, не знаю, как это делается, короче, провалиделся, что это действительно вот эта самая банковская карта. И дальше уже идет обычный платеж, как будто бы я там ввел тот самый CVC или CVV. Ну, грубо говоря, да. Если разобрать по шагам, не знаю, какой-нибудь типовой сценарий оплаты на сайте Google Pay, ну, смотри, то есть я пришел на сайт, я набрал себе в корзину все, что хотел, выбрал способ оплаты Google Pay, нажал «хочу». Ребята проверили, что да, грубо говоря, я там подхожу под какие-то базовые условия, что да, у меня есть Google Pay, я могу им платить. У меня выходит тот самый системный, как называется, по-русски забыл уже. Системный менюшек, я могу выбрать какую свою карту, я ее выбираю и, грубо говоря, жму «хочу». Дальше, может быть, не в чистом виде вот эта вот карточка, которая у меня хранится в Google Pay, идет в сторону моего эквайера, ну, в смысле эквайера магазина. С мотивировкой, типа, любимый эквайер, привет, я твой магазин такой-то, вот у меня есть что-то, что мне отдал Google Pay, я хочу с этого что-то, внутри которого живет точно какие-то цифры, буквы, определяющие карту плательщика, хочу с этого плательщика поиметь, в хорошем смысле слова, 1500 рублей, дай, пожалуйста. Все, и дальше стандартно идет процесс до банка-эмитента. Банк-эмитент говорит либо да, либо нет. Если банк-эмитент говорит да, все, деньги у меня списываются, магазин получает выдавление, потому что оплата прошла успешно, отгружает мне тот товар, который я оплатил. Поэтому, да, вот эту вот оболочечку сценарную, красивую, удобную, представляют ребята из этого Google. Но внутри все равно живет старый добрый интернет-экваринг. Окей. Так, ну, кажется, мы по действующим лицам прошлись, сейчас хочется копнуть уже, собственно, как платежи работают. Перед этим у меня только, наверное, один вопрос по действующим лицам, а какая во всем этом деле, ну, вот я сейчас не знаю, насколько это по адресу будет вопрос, но давай попробуем, если вдруг не по адресу, то так и говори. Ну, какая вообще во всем этом процессе все-таки роль у платежной системы? Ну, то есть, допустим, если совсем выкрутить на максималке, вот я, там, не знаю, съем что-нибудь не то и захочу открыть свой банк. Вот мне, типа, надо будет как-то пойти договориться с Visa и MasterCard, чтобы начать выпускать карты, или, типа, вообще, ну, зачем, короче, зачем они нужны во всей этой экосистеме, кроме того, что они делают карточки какого-то стандарта? Ну, как раз они карточки не делают, карточки делают банки-эмитенты, которым Visa MasterCard решила выпускать карточки. Точнее, да, то есть предоставляет стандарт. Да, да. Наверное, я не самый правильный человек по этому вопросу, Жень, но я мимо крокодил, поэтому все, что краешком глаза видел, могу поделиться мыслями. Возможно, не всегда точно, не всегда правильно. А Visa Master — это такие ребята, которые, ну, вот в части интернет-экваринга задают правила игры, и за ними очень пристно следят, карая тех, кто им не подчиняется. То есть, ну, я могу открыть банк, но без получения опрова, не знаю, какого от Visa MasterCard, само собой, я не могу начать выпускать карты этих систем, что понятно и логично. Плюс, контрактуясь на вот эту вот историю с Visa MasterCard, я очень свято верю, что я сразу же обязан соблюдать кучу-кучу всяких правильных требований. То есть, как вести себя с холдерами, как вести себя с мерчантами, чего можно, чего нельзя, включая все технические нюансы, как мне общаться в связи с MasterCard, чего куда, когда слать, как отчитываться, и вот это все. Поэтому это ребята, которые задают правила игры. В моей картине мира это плюс-минус ровно так. И которые мало того, что их задают, за ними еще следят, и в случае нарушения могут покарать, причем иногда очень больно и обидно. Я придумал вот сценарий, который хочется еще разобрать. Вот представим то, что я, например, открываю банк и такой, я не хочу, ну, то есть там Visa, MasterCard, мир, они все на самом деле берут деньги за свои услуги, на какой-то процент, правильно? А я такой, я, короче, хочу открыть свой банк, и у меня будет пользоваться свой платежный, своя платежная система, она будет большими буквами STAS. Вот. И все будем, давайте все дружно будем пользоваться. Я начну выпускать карточки, и правильно ли я понимаю то, что люди, которые получат эти карточки, они обломаются в первый же момент, когда они дойдут условно до пятерочки, попытавшись заплатить, потому что, ну, просто там терминалы и в конечном счете эквайры, которые делают там терминалы, которые обслуживают конечных мерчантов, они просто не принимают карту, которая пользуется вот моей собственной платежной системой. Я все правильно понимаю? Ты все правильно понимаешь, если ты начнешь выпускать карты своего типа, и на этом все, не договоришься с эквайрами, с их сетками и все, ну да, ты можешь сделать некую вещь себе, ты можешь сам же принимать свои карты, но сам понимаешь, какой у тебя будет при этом охват. То есть мне получается, ну вот как мир, например, раскатывался, по сути, тот, кто стоит за миром, они пришли к банкам-эквайрам и сказали то, что ребята, теперь вы будете принимать в том числе и вот картой вот этой платежной системы. Именно поэтому сейчас миру можно платить практически везде. Окей, я понял. Окей. Ну что тогда, давайте уже непосредственно к платежам перейдем. И опять же, мы, когда предварительно созванивались, проговорили, что будем сегодня все-таки обсуждать в первую очередь интернет-платежи, но я просто не могу себе отказать в том, чтобы задать вопрос чуть-чуть про оффлайн. Если вдруг что, мы сразу с этой темой с рулем, но все-таки хочется понимать, короче, я немножко почитал, погуглил, что раньше карты, банковские карты, когда виза только появлялась, это был, по сути, обычная картонная карточка, которая стала заменой условно чековой книжки. То есть, по сути, никаких гарантий не было, тебе просто там, ты какие-то операции мог записать, что сколько-то записать на счет, сколько-то списать с счета и все. И все это было под честное слово. Вот сейчас мне интересно, когда везде интернет, что вообще, ну, короче, правда ли это, что вот всегда, когда я с карточкой захожу в магазин, там, в любой самой глухой деревне, где есть платежный терминал, я вставляю свою карточку и оплачиваю, это всегда типа интернет. Всегда платежи проходят через интернет, этот терминал связывается с банком. Смотри, я, как тебе ранее признавался, вообще не силен в наземном эквайринге, поскольку ни дня, нигде, кроме как покупателям, эту штуку не видел изнутри, даже сбоку немножко не видел. Но, опять же, из того, что знаю, могу поделиться, не факт, что все мои выводы и расклады будут совершенно абсолютно правильными. Как было раньше, ну да, было раньше по-разному, могу примерно сказать, чего я вижу сейчас. Сейчас кажется, что большинство все-таки у нас проходит, ну, при наличии интернета на этой точке продажи. То есть, да, я прихожу, тапаю, неважно, там, карты или, допустим, нет, на карты NFC, вставляю карточку, ввожу, пин ли, тапаю телефоном с Apple Pay, Google Pay, неважно, каким, NFC или все равно, вот этот терминальчик, в который я тапаю или в который я вставляю, он что-то с моей карты забирает, не знаю точно, что, но это что-то однозначно позволяет, точнее, позволит имитенту понять, что за карта была тапнута, либо кто плательщик, с какого карточного счета нужно попытаться писать деньги. И дальше все это идет по каким-то своим каналам связи. Не уверен, VPN, открытый интернет, как-то еще, как-то еще доходит до банка Эквайра. Я думаю, что банк Эквайра, Visa, MasterCard вряд ли бы стали делать что-то принципиально новая, то есть у них нет двух типов Эквайрингов, грубо говоря, где-то у себя внутри в Core, то есть там наземный Эквайринг и онлайн Эквайринг. Плюс-минус ровно, очень сильно мне кажется, что эти штуки крайне-крайне похожи, по крайней мере, на участке, начиная с шлюза банка и кончая дальше все, что улетает в сторону эмитента. То есть, грубо говоря, Эквайр получает запрос следующего вида. Предполагаю, что «Привет, Эквайр, я магазин такой-то, вот у меня есть вот такой слепок или данные карты, хочу из них 1000 рублей, дай, пожалуйста». Эквайр не обладает, то есть он не эмитент этой карты, он дальше определяет, кто эмитент, и там как-то через Zoom MasterCard это запросит, взлетает до эмитента. Эмитент получает следующую информацию, типа «Привет, я Эквайр такой-то, для своего магазина такого-то, хочу из вот этой карточки 1500 рублей, дай, пожалуйста». Эмитент проверяет, «Есть 1500 рублей, нету, если есть, все, хорошо, эти деньги забирают и там, не знаю, через какое-то время отправляют в сторону Эквайра, чтобы потом Эквайр отправил в сторону магазина. Но это произойдет потом, а я как покупатель вижу зеленую галочку на терминале, мой платеж прошел успешно, я забираю товар и идут дальше. Но я знаю, что есть кейсы, когда не сильно в онлайне это происходит, не знаю, всякие крайние случаи из того, что какие байки я читал, но не знаю. Вот понравилось, что я где-нибудь в Средиземном море, нет, плохой вариант, там может быть интернет, где-нибудь в середине Атлантического океана покупаю фишки в казино, а где нет, фишки в карте нельзя, наверное, покупаю напиток в баре, напиток в баре, карты, наверное, можно, но при этом, не знаю, в радиусе 3000 километров либо морских миль интернет и нет. Поэтому при всем желании, вот тот пост, от которого я тапну свою карту, максимум, кажется, он может проверить, что я ввел правильный пин, поскольку это может там делать, не знаю, локально, но при этом он будет копить все вот эти запросики и отправит их в сторону банка Эквайера не ранее момента, когда он поймает интернет. Плюс-минус ровно то же самое в англу, что происходит во всяких таких дальнемагистральных перелетах, когда я могу что-то купить картой, но очень кажется, что все вот эти вот авториационные запросы, если полетят, полетят только когда этот посек нащупит интернет ради своего действия. Поэтому, да, может возникнуть ситуации, когда, да, карту я тапну, пин верный, то есть как бы все хорошо, услуга мне оказана, а потом прилетает до эмитента этот запрос, то что-то может пойти не так. Но на самом деле кажется, что такой тип запросов, он эмитентом однозначно определяется и вряд ли он скажет, типа, у этого чувака нет денег, поэтому извини, ничего тебе сделать не смогу. Скорее всего, эмитент скажет, да, на деньги, но при этом загонит меня как покупателя в некий технический вердрафт. Но кажется, что это все честно, поскольку, ну, смотри, пин я ввел, я не отказываюсь, что это я был, услугу я получил, которую купил, просто, не знаю, деньги списались чуточку позже по тем самым объективным причинам. Свечку не держал, но тоже чуть-чуть читал и смотрел интересные байки, и кажется, что это имеет право на жизнь. Поэтому кажется, что с развитием проникновения интернета везде и вся эти кейсы уходят в небытие, но я думаю, что такие кейсы есть. И, в принципе, вполне логично и вполне объяснимо, по крайней мере, все честно. Супер. Я прям получил ответ на вопрос, теперь у меня приблизительно понимание сложилось. И, друзья, если вы летите дальнемагистральными рейсами, и у вас есть карточка, на которой осталось 10-20 рублей, вы можете, вероятно, и воспользоваться, чтобы купить чего-нибудь подороже. Но имейте в виду, технический овердрафт будет поджидать вас за углом. А тогда... Ну, откуда ты знаешь, может быть, может быть, это проверят, у тебя самолеты, не знаю, не выпустят, обратно ты полетишь. Возможно, можешь выкинуть просто над Атлантическим океаном. Еще тогда вопрос, просто чтобы я для себя вот приземлил это совсем на бытовую ситуацию. Вот когда я прихожу в магазин, вижу, что там, не знаю, у меня карточка, сейчас все совпадения случайные, я просто буду говорить название, которое первое приходит в голову, у меня, допустим, карточка Тинькова, я вижу, что в магазине стоит терминал, на котором брендинг Сбербанка, я вставляю свою карточку, и тогда как раз в этот момент терминал идет к эквайеру, который там, в данном случае Сбербанк, потому что брендинг Сбербанка, и Сбербанк уже общается там как-то под капотом с Тиньковым. И они там между собой проворачивают. Все. Супер. Я тут еще хотел прокомментировать вот этот офлайн-режим, то, что кажется, вот если говорить про настоящие юзкейсы, при прочих равных, там, конечные мерчанты все-таки склонны брать и использовать как-то до последнего все-таки стараться делать онлайн-варианты, потому что, ну, я не знаю, я думаю, все сталкивались с случаями, когда ты заказываешь что-нибудь, тебе приезжает курьер, и дальше потом он у тебя в коридоре прыгает с телефоном, чтобы поймать связь, иначе у тебя никаким образом платежка не проходит. Ну, то есть, понятно, что есть какие-то сценарии, в которых ты чисто физически не можешь это сделать, и здесь приходится идти на некоторые риски, но если такая возможность есть, похоже, что такой straightforward сценарий – это все-таки сделать все в онлайне и получить все-таки ответ, и чтобы банки пообщались, и в итоге ответ прилетел на непосредственно терминал. Я вспомнил ситуацию, как в одной из поездок в одну из стран Латинской Америки, у которых всегда очень интересное отношение со всеми этими платежками и всем так и тому подобным, реально была ситуация, что я пытался оплатить карточкой, в терминале что-то там интернет не ловился, что-то в таком духе, в итоге они достали откуда-то из-за прилавка телефон, воткнули в него какую-то страшную выглядящую хрень, и карточкой провели и списали. Еще и потом попросили меня в этот телефон вбить в свой e-mail, чтобы мне на него прилетел чек. Почувствовал себя одновременно и в прошлом, и в будущем, это было незабываемо. Окей, ну тогда еще хочется спросить, ну кажется уже понятно, но все-таки вот всегда, когда идет речь о платежах, там всяких магазинах и тому подобным, всплывает термин POS-терминал. Почему POS, и что это за терминал, за что он отвечает, кроме как за общение с банком-эквайером, судя по всему? Ну, POS-терминал, если прям переводить дословно, это вроде как point of sale, и у меня нет однозначного ответа, что официально можно трактовать как POS-терминал. Это вот эта вот коробочка с пин-падом и с окошком, куда я там, не знаю, тапаю карту. Не факт, возможно, это какой-то, не знаю, программно-аппаратный комплекс, который себя включает, и POS, и кассу, и купюроприемник, и фискальный регистратор, и вот это все, это тоже, в принципе, нужно назвать POS-ом. Point of sale для кэша я даю кэш тетечке, она его инкассирует себе в кассу, убивает чек, и этот же POS я могу тапнуть карту, и он мне тоже чек выбьет, но при этом никаких денег, наличных я не дам. Поэтому, наверное, опять же, я не настаиваю, потому что истинно в последней станции, кажется, что POS это не только вот эта вот маленькая машинка, а вот некий комплекс, и вот это, опять же, если он объединен, потому что я часто видел, когда в маленьких магазинчиках стоит отдельно касса, где продающиеся пробивая, выбивая чек, а отдельно, опять же, руками набивая сумму к списанию, отдельно стоит этот POS-ик. Вот в этом случае, наверное, POS-ом можно назвать отдельно вот эту штучку, которая принимает мои карты. Окей, супер, спасибо. С оффлайном все вопросы, которые у меня были в загашнике, ну, по крайней мере, пока все спросил, тогда давайте переходить к онлайну, и вот что хочется понять? Хочется понять весь процесс. А Дима сейчас так возьмёт и скажет, что то же самое. Мы разобрались, что от платёжного шлюза вообще ничего не меняется. У меня тут есть козырь в рукаве, вопрос ещё глубже, поэтому прошу. Короче, хочется понять, что происходит. Вот я хочу оплатить на своём любимом сайте, в своём любимом интернет-магазине. Я зашёл, вбил свои карточные данные, там нажал кнопочку «Окей», вбил CVC, CVV, вот всё что угодно, все вот эти проверки, если надо, ещё и код из смс-ки ввёл. Что дальше вообще происходит под капотом? Я сейчас поясню, что меня интересует. Там начинаются какие-то страшные истории. Заходишь в своё приложение банка, у тебя там какие-то замочки нарисованы напротив транзакции, написано, что деньги захолдированы или что-то в таком духе. Потом, если это вдруг ещё и оказывается какой-нибудь депозит, тебе ещё говорят, что тебе нужно подождать, чтобы он вернулся. Вот что вообще, как происходит процедура перемещения денег с одного счёта в другой при вот таких онлайн-сценариях? Станислав прав. Я могу сказать, что плюс-минус ровно точно так же, но хотя бы у меня знаний и фактуры чуточку побольше, чем в оффлане, поэтому давайте пообсуждаемо, поразмыслимо вместе. То есть, да, я пришёл на сайт магазина, выбрал способ оплаты банковской карты, вёл номер карты, там, CVC, экспдейт, нажал оплатить. Вот, то есть, грубо говоря, на этом моменте мои действия как покупателя вот пока кажется, что кончились. Соответственно, чего делает магазин? Да, само собой, здесь под капотом у этого магазина есть эквайр. Тот самый банк эквайр, который представляет мне как магазину услуги интернет-эквайринга, всё равно где-то ждёт моего запроса эмитент, который пока не знает ещё о том, что сейчас ему прилетит запрос на списание с этой карты, и все действующие лица, лица там, мастер, виза, мир и ниже с ними. Соответственно, запрос прилетает в сторону банка эквайра. А если предположить, ну, в подавляющем большинстве случаев даже та форма ввода каждой данных, она уже находится в верстке эквайра, поскольку подавляющее большинство интернет-магазинов они не получают PCI DSS, потому что, давайте скажем прямо, нафиг не нужен, им вполне хватает верстки банка. То есть банк, приняв все твои карточные данные, как покупателя, и нажатие тобой кнопки «уплатить», он, опять же, рассказываю, описываю штатный случай, то есть такой прям масс-маркет, понятно, что 3DS-ка там по умолчанию включена. Чтобы ему 3DS-ку провести, что ему нужно сделать? Банк эквайра, он знает, есть на этой карте 3DS-ка, либо нет. Он знает номер карты. Соответственно, через визуную мастер-карт отправляется некий запросик в сторону эмитента, типа, уважаемый эмитент, у меня вот такая карточка, скажи, пожалуйста, ты ей подключал при рождении 3DS, либо не подключал? Что мне с ней делать дальше? Как процессить? С запросом того самого одноразового пароля смс-ка, либо можно так, поскольку, не знаю, она от рождения не 3DS-ка. Соответственно, банк эмитент, опять же, сейчас очень сильно упрощаю, отвечает, типа, да, карточка 3DS-ная, вот тебе, не знаю, некие параметры из них, собери формочку и отправь туда покупателя. Соответственно, банк эквайр, получив такой ответ от эмитента, тут пока еще даже дело не дошло до авторизации денег, это пока еще проверка и подход к 3DS-у. Он собирает эту формочку и тебя, как покупатель, на нее отправляет. И ты видишь ровно то, что видишь обычно, это окошко маленькое 3DS-ное для ввода одноразового пароля, не знаю, пушеком, смс-кой, но которая живет на твоем банке, на твоем банке-эмитенте. Ты ему вводишь тот код, который он же тебе и отправил, банк-эмитент, в этом случае, ну, кажется, у него нет оснований, не доверяясь, что ты это ты, поскольку ты получил смс на номер телефона, указанный в договоре, либо пуш на привязанное устройство. И он отвечает уже без твоего участия. Чем кончилась эта вот проверка предварительная. То есть банк-эмитент знает, что да, все хорошо, 3DS-ку ты прошел, поэтому дальше можно этот запросик уже посылать на авторизацию средств. И этот запросик улетает к тому же самому эмитенту, но теперь тоже самая мотивировка, что типа эмитент-привет, я эмитент-привет, я эмитент-привет, эмитент-привет, я эмитент-привет такой-то, в пользу такого от своего магазина, я хочу с этой вот карточки, я не знаю, 1500 рублей, все те же самые. Эмитент опять проверяет, есть деньги на карте, нет денег на карте, если деньги есть, он говорит да, при этом деньги уходят в резерв, давай скажем так. И твой магазин получает информацию, ну все, оплата прошла успешно, ты как покупатель этот товар получаешь. И тут вот развилка, потому что некоторые магазины, их наверное большинство, им вот эта вот двустадийка вообще не нужна, по их, не знаю, бизнес-логике, по их процессам, поясню. А есть часть магазинов, наверное, их не так уж и много в процентном отношении, но они, как правило, все крупные, поскольку им это двустадийка нужна. В чем соль и суть? Если мы списываем сразу, без всякого там ожидания и дополнительного обдумывания, буду брать, не буду брать, этот магазин сразу попадает на комиссию. Поскольку операция финансовая, он уже эквайру должен в некий процент с этой успешной операцией. То есть получив колбэк по факту авторизации средств на карте, этот магазин получит на следующий, ну грубо говоря, если плюс-минус ровно у всех одинаково, на следующий банковский день получит за минусом комиссии эквайра эти деньги себе на расчетный счет. Если он продает какой-то товар типовой, который не требует там, не знаю, сбора, проверки на складе вот этого всего и шанс не выполнить заказ, он мал, наверное, все хорошо. То есть он получил деньги, он заставляет покупателя ждать, он не усложняет свою логику работы с онлайн оплатой, он получил колбэк вот в этот день от банка эквайра, все, отдал купленный товар покупателю. Просто возникнут нюансы, когда получив колбэк о том, что операция прошла успешно и уже, будучи должен некий процент своему эквайру, он начинает бегать по складу этот заказ его собирать. И тут он понимает, что, короче, нифига у него не собирается, а на энное количество процентов от суммы заказа, не знаю, в 100 тысяч рублей он уже попал. Единственное, что ему нужно сделать, это либо как-то убалтывать покупателя, типа, уважаемый, подожди, немножко, не знаю, недельку-две я постараюсь собрать, то не факт, либо как-то менять состав заказа, что тоже, наверное, геморройный, не факт, что покупатель согласится, либо делать возврат. Но тут получается ситуация, да, возврат сделать можно, наверное, и нужно, как самый хороший вариант урегулирования ситуации. Понятно, что покупатель, то есть ты получишь все деньги обратно, ну, то есть ровно столько, сколько ты заплатил, а теперь посмотрим на эту ситуацию со стороны магазина. То есть магазин сделку не сделал, товар не продал, а на комиссию эквайра попал. Денег при этом у него в минусе на сумму комиссии. У эквайра, в принципе, все хорошо. Он платеж для тебя принял, для магазина, комиссию с тебя снял, а то, что был возврат потом, ну, бывает. И вот для магазинов, у которых нет вот этой различистой логики, которая требует вот этой дополнительной проверки, дополнительного рычага влияния, буду я этот заказ делать, либо не буду, вполне хватит обычных на стадии. То есть когда колбэк от эквайра, по факту оплаты, все, деньги мои, завтрак, они капнут мне на расчетник, а заказ я могу выполнять уже сейчас. А те магазины, которым реально, либо у которых, вот я даже не знаю, как это все обобщить в одно слово, короче, ну, мне кажется, вы поняли, о чем я. То есть те магазины, которые на этапе покупки не могут прям стопроцентно гарантировать, что они смогут этот заказ сделать, им нужно какое-то время тайм-аутно подумать, и они хотят дополнительный шаг, тот самый второй шаг влияния, либо сказать, что да, я заказ беру и сделку буду делать, деньги давай, либо нет, я не смогу, деньги отпускай. Они как раз работают по той самой двусадейке. В чем ее прелесть? Вот это первый шаг авторизации, когда первый запрос авторизационный долетает до эмитента, пожалуйста, в магазин у такого-то, эквайра такого-то, дай 1500 рублей. Эмитент эти деньги оставляет на карте физически, но уводит из доступного для трата остатка. То есть они лежат в укромном уголочке, не тронуты, и единственный, кто может их забрать, ну, по-хорошему, это этот магазин, если не превысит сроки, которые тикают, за которые должен вернуться и сказать либо да, либо нет. Соответственно, для вот такого мерчанта, работающего по двусадейке, успешный ответ эквайра эквайра означает, что, типа, чувак, у тебя есть X дней, количество дней X. Магазин, как правило, обговаривает со своим эквайром, ну, там зависит от многих факторов, не знаю, диапазон времени от пяти до тридцати. И вот, пожалуйста, за эти X дней скажи мне, уважаемый магазин, что ты будешь с этим заказом делать? У него есть достаточно комфортное количество времени, чтобы понять, стоит идти в эту сделку, либо не стоит. Если не стоит, он делает запрос отдельный на отмену, так как финансовой операции не было и сами деньги с карты не ушли, никто никому никакой комиссии не должен. То есть, все хорошо. И еще хороший плюс – не нужно ждать возврата. Деньги, как правило, расхалдируются на стороне имитента моментально. Ты там получаешь смс-ку, отмена авторизации, отмена покупки, грубо говоря, там, через секунду, две, три, ну, плюс-минус, естественно, с момента того, как запрос от эквайра долетел до имитента. А если ты, как магазин, понимаешь, что да, все, заказ я делать готов, все хорошо, я готов уже идти в эту сделку, ты отдельным запросом, наоборот, до имитента доносишь свою волю. Все хорошо, заказ в стиле, деньги забираю. И тогда уже получается второй шаг, когда деньги уходят в эквайру, а потом уходят в магазин. То есть, двустадийка, да, она сложнее требует доп-логики на стороне магазина, но она, а, кажется, что более лояльна к покупателю, поскольку он не будет ждать, ну, как правило, если мы делаем возврат уже просто финансового списания, чувак ждет от трех до пяти банкских дней. А если мы делаем, кажется, ту самую двустадейку, во-первых, на первом шаге и этапе, и в случае отказа никто никому ничего не должен, то есть мерчант может сэкономить одну сумму денег своих на пустые заказы. И покупателю приятно, что в случае, если что-то не получилось, заказ никак не хочет собираться и не хочет отдаваться, он получает деньги гораздо быстрее, чем в первом кейсе. Тут еще такой забавный момент, то что в целом мы это обсуждаем, потому что это прям какие-то такие кишки и подробности, которые на самом деле с точки зрения там обычных пользователей, они не видны, то есть если, я просто обращал на это внимание, вот если на своем онлайн-банкинге посмотреть, у тебя вот эти списания с авторизацией, они вот висят вместе с обычными, со списаниями, которые произошли моментально. Там, я не знаю, по крайней мере для меня вот такие списания выдали только в одной моменте, это то, что обычно банк кэшбэк и там какие-то бонусные баллы, еще что-то за них ставит только после того, как авторизация закончена. То есть когда уже все ударили по рукам и деньги по факту взяли, перевели. У меня тут еще в связи с этим тоже такой вопросик. Я почему-то, когда начал слушать историю по поводу вот этой схемы с авторизацией, когда по факту деньги на счет капают позже, я почему-то еще задумался о том, что здесь есть, возможно, есть какое-то пространство для, не знаю, там, получения каких-то налоговых, не знаю, моментиков, то, что ты позже получаешь деньги, за счет этого ты можешь перераспределить прибыль и как-то за счет этого выиграть в налогах. Я не знаю, есть ли такое или вообще фиг знает, надо спрашивать, в общем, у больших компаний. Тас начал мутить мутные схемы. Все так, все так. Ну смотри, просто до момента того, как ты как магазин подтвердил, что да, я эту авторизацию подтверждаю, деньги забираю, но у тебя еще нет реализации никакой. То есть ты пока только подвесил деньги клиента, плательщика на холд. При этом вряд ли ты будешь ему оказывать услугу до того момента, когда бернешь рубильник, забираю твои деньги. Поэтому, наверное, тут нужно поспрашивать кого-нибудь, кто силен в налоговом праве, либо финансовом учете, это не верно. Окей. И сейчас тогда еще пару вопросов. Первый, ну, кажется, я на него знаю ответ просто на всякий случай. Человек, но вот получается, это типичный сценарий путешественника. Приходишь в какой-нибудь непонятной стране, идешь арендовать тачку, тебе говорят, кредитку давай. Ты даешь, они говорят, сейчас мы тебе тысячу баксов, типа, захолдим. Потом, типа, когда машину вернешь, дашь свою карточку, мы тебе эти деньги вернем. Вот. И обычно никто, когда тачку возвращаешь, карточку не берет, они тебе говорят, а, ну, само там вернется когда-нибудь. И в итоге ты ждешь стабильно, вот сколько у твоего банка, пока эти деньги вернутся, но они всегда возвращаются. Правильно ли я понимаю, что это значит, что деньги захолдились и просто, типа, получается, банк... Ну, короче... Ну, захолдились, то есть это первый шаг авторизации прошел. Да. Но в итоге никто не прислал подтверждение, что нужно эти деньги списать. В итоге оно автоматически там по правилам банка эта операция просто отменилась, деньги разблокировались, все, они теперь у меня на счете доступны для трат. Я еще можно подсунуть тут еще вопрос? По идее, вот в кейсе с машиной нам надо еще иметь возможность списать не всю сумму, а, например, не знаю, там, 8 тысяч рублей за, не знаю, за разбитый фар. Смотрите, кейс хороший, когда магазин за собой, грубо говоря, не перебирается и явно не отменяет авторизацию, которая ему больше не нужна, это очень плохой тон, с точки зрения вообще всего, и магазину такому сразу дизлайк. Но, по сути, ты прав, то есть если есть первая фаза, касаемо авторизации, у тебя энной суммы денег легла в холд, то есть ты больше ее не видишь как доступную для трат, и тикают часики. Тут очень кажется, что тонкий философский момент насчет точных сроков. Могу только сориентировать, что, ну, тот самый тайминг от 5 до 30, давайте скажем так. То есть, скорее всего, любой эмитент, подождав, там, не знаю, те самые 30 дней, скажет, походу, все, сделки не будет, отменю-ка я без всякого внешнего запроса этот холд и верну деньги обратно своему холду, все-таки он мой клиент, а не кого-то там, я его люблю. Да, это в части, что ты понял верно, что, скорее всего, в твоем кейсе просто Карентал не отправил запрос на отмену авторизации, поэтому она сама собой схлопнулась по воле своего эмитента. Иногда, опять же, не знаю, насколько это штатный процесс, можно, я видел пару кейсов, когда можно обратиться к клиенту в свой банк, сказать, что, типа, ну вот, не знаю, такая ситуация, у меня еще полмесяца эти деньги пришли висеть в холде, а сама эта точка, она никак эти деньги брать не будет. Скорее всего, банк тебе на слово не поверит, поскольку здесь есть простор для манипуляции, сами понимаете. А вот попросить от этого Карентал какое-то формальное письмо, в котором мама поклянется, что по такому-то заказу он никаких претензий не имеет и не против, если банк холд снимет без явного запроса от него, ну, такая штука может прокатить. Как с динозавром, 50 на 50, либо прокатить, либо нет. Поэтому желательно любым магазинам следовать правилам хорошего тонна, и если ты эту авторизацию брать не будешь, пожалуйста, в этот же самый момент ее отпусти. Будет хорошо и тебе, и клиенту, и вообще всем. Потому что толку у тебя никакого, а платить будет мучиться. Стас, и твой вопрос насчет частичного списания. Да, тут опять же все как договоришься со своим эквариумом, но функционал кажется абсолютно стандартным. Ты захолдировал, не знаю, одну тысячу долларов. Например, за аренду плюс там за мелкие повреждения клиент должен тебе 200. Поэтому, имея авторизацию на 1000, ты подтверждаешь 200, а 200 твои, остальные 800 возвращаются на карту. Вполне типичный кейс, но, возможно, кто-то не хочет этим заморачиваться. Видел кейсы, когда вообще это делается разными операциями. То есть первичная 1000 в холд уходит одной операции, про нее карент забывает, а потом уже отдельные операции по той же самой карте тебя уже чарджат за сумму аренды плюс сумму повреждений. И потом когда-нибудь та самая 1000 у тебя расхолдится. Увы, такое тоже встречает. То есть, несмотря на то, что у магазинов есть техническая возможность вести себя правильно, ну, не знаешь, по каким причинам, мне неведомо, но не все себя так правильно ведут. Ну, автопрокатные конторы, в принципе, живут в 90-х, до сих пор с точки зрения юзабилити и клиентского сервиса, на мой взгляд. Ну, это субъективное мнение, конечно. А тут вопрос, а как работают тогда всякие досписания? Ну, то есть бывает же, что действительно ты даешь карточку, тебе там чего-то с ней делают, и потом с тебя могут счарджить, ну, вроде как больше, чем ты изначально согласился. Тут, наверное, ты говоришь про что-то в части туризма какого-нибудь. Я могу привести пример, может быть, он не совсем, но он просто очень похожий. И я пользуюсь одним сервисом, который мне еду привозит в контейнерах. И там я один раз ввел карточку, а потом они сколько угодно раз, ну, то есть я просто нажимаю в интерфейсе, я не подставляю ни Apple Pay, ни Google Pay, они меня продолжают чаржить. То есть, они каким-то образом первый раз забрали мою карточку, а потом могут сколько надо сделать досписание. Окей, понял. Мне кажется, здесь два разных кейса, давайте оба попытаемся... Окей. Нет, сценарно очень похоже одно на другое, но кажется, что подкаботка разная. Сейчас буду гадать. Женя, в твоем кейсе как раз не подскажешь, про какой тип бизнеса мы говорим? Это что-то про туризм, гостиницу? Вот, да, сейчас я пытаюсь вспомнить, по-моему, да, как раз что-то досписывали. Блин, то ли, за штрафы какие-то. Ну, за бар какой-нибудь просто и все. Не люба за бар, да. Ну, короче, блин, у меня реально провал в памяти. Я помню, что точно был такой пример, что я просто, типа, чуть ли не показал карточку, у меня с нее, там, типа, списали номер и все. Причем даже не то, что там CVC-CV, просто номер карты они там взяли, что-то ее прокатали, и потом у меня с нее что-то списалось. Ну, что-то, мы об этом договорились, но я ничего в терминале не вводил. И у меня был просто культурный шок от этого. Ну, возможно, я просто уже в бреду и все плохо помню. Нет, скорее всего, ты не в бреду. Опять же, свечку не держал, но сам сейв, что для сферы туризма есть послабление в этом плане. Если, грубо говоря, какому-нибудь обычному магазину я, как банк Эквайер, как виза, мастеркар, как комитент, не разрешу списать 1200 при авторизации 1000. Но если я, как магазин с правильным типом бизнеса, который обоснованно может иметь такие кейсы, когда нужно с этой первой авторизацией списать больше, чем было авторизовано. Как раз это все, что туризма около туризма. А там, опять же, нужно поднимать правила визы мастеркарды и договариваться с банком Эквайером этому магазину, чтобы он разрешил такую возможность. Но чисто технически такая история имеет право на жизнь. Когда авторизация на одну сумму, а списание, именно подтверждение, не то, что на меньшую сумму, а на сумму большую. Либо там, не знаю, вообще списание без предварительной авторизации. Но, опять же, эти кейсы, наверное, не такие уж и частые. А вне сферы туризма вообще их таких нет, поскольку ни один уважающий себя белый мерч, а тем более белый банк Эквайер под такую некошерную штуку подставляться на иных типы бизнеса не будет, поскольку очень сильно кажется, что это прямое нарушение всех заветов и заповедей всего такого. А в твоем случае, мне кажется, подкапот на кейс немножко другой. Ты сказал, что у тебя карточку ребята запомнили, и, скорее всего, они уже чаржат тебя не по факту, не знаю, дочарживают первую авторизацию, а просто дергают списание с привязанной твоей карты и теми чанками, которым им нужно, чтобы там с тебя что-то досписать. Меня просто смущает то, что с точки зрения каких-то интерфейсов и так далее, то есть у меня вообще в принципе карточка с 3DS, то есть если я делаю какие-то оплаты в онлайне, у меня всегда показывается там соответствующая формочка моего банка и так далее. В этом случае я один раз оплатил и оплачивал я, по-моему, скорее всего через Apple. Вот это я не помню, как я ее вводил, возможно, я действительно один раз физически вбил номер и CVV, и они условно это запомнили и теперь могут досписывать. Ну, то есть вообще бывает такое, что мерчант у себя хранит все данные карточки, чтобы потом, ну, просто имея данные карточки, он, по идее, может без участия владельца этой карточки списать сколько надо и сколько надо раз. Может хранить, но не все. Давай сейчас чуть-чуть добью твой кейс своим кейсом, есть у меня любимый каршеринг, когда я сажусь, он, скорее всего, у меня вначале ничего не списывает, а потом по факту моей поездки кусочками досписывает. При этом я, естественно, ничего не подтверждаю. И да, я единожды привязал к нему свою карту и дал ему такое разрешение. А если посмотреть на именно подкапотную сторону вопроса, то есть да, привязка карты, которая осела в руках твоего сервиса, моего сервиса, неважно кого, из чего она может состоять? Она может состоять из номера карты, то есть можно, то есть два варианта, если сам мерчант PCI DSS, то есть имеет морально и физическое право хранить данные карты, то он может у себя кошерно, секьюрно, шифрованием и там с кучей-кучей условностей и соблюдением того всего списка требований, которые аудита предоставляет, хранить номер карты и эксп дейта этой карты. CVV хранить нельзя под страхом смертной казни. Но фишка в том, что для списания с этой карты мерчантов вполне достаточно пана, то есть номера карты и эксп дейта. CVV ему технически бывает не нужно, если с эквайером он договорится, и 3DS тоже можно без нее. Просто реально есть кейсы сценарные, вот я еду в каршеринге, я не буду каждый, не знаю, 200-300 рублей останавливаться, проходить 3DS, чтобы поехать дальше. Ребята чаржат меня, потому что я им дал такое разрешение. И тут мы как раз немножко подошли к вопросу работы привязок и 3DS. 3DS это такая штучка, как добрая воля всех участников процесса. Хорошо, когда она есть, но есть реально сценарные моменты, когда с ней вообще никак не получится. Не знаю, я нахожусь в оффлане, мне нужно списать. Как я это сделаю, если у меня обязательно интервейс? Никак. Ну да. Ну сейчас, пока мы в эту сторону не ушли, у меня еще несколько вопросов было в эту же сторону. Первое, я просто сейчас все-все-все-все кейсы, которые мучили меня по ночам и не давали мне спать, я их сейчас все спрошу. Просто, кажется, были такие случаи, точнее, вот про авторизацию суммы, когда она на какое-то время просто халдируется и там держится до подтверждения. Правильно ли я понимаю, что если, допустим, я иду на какой-нибудь сайт и хочу списать, допустим, с рублевой карты, не знаю, в американском магазине 100 баксов, то, типа, будет написано, что надо списать 100 баксов, и я буду думать, что по сегодняшнему курсу это там 70 рублей за доллар. Но по факту, если авторизация платежа произойдет, допустим, там через 2 часа, и за это время случился масштабный финансовый кризис, и доллар стоит уже не 70, а 140, то спишется уже столько, сколько был курс на момент, ну, в моем банке, на момент подтверждения вот этой операции. Женя, я тебя боюсь расстроить, ты можешь попасть 2 раза в этом кейсе. То есть, смотри, вводные ты покупаешь на, не важно каком, забугорном магазине, который, скорее всего, сидит на забугорном экварионе, а при этом карта у тебя выпущена русским банком и рублевая, правильно? Ну, вот так и такие. Да, например, так. Вот. Окей, тогда что будет происходить, когда ты вобьешь свою карточку на какой-нибудь US-ном сайте? Он побежит, ну, он работает, скорее всего, по терминалу, который долларовый, то есть магазин прибежит с запросом вот 100 долларов, пожалуйста, с этой картой, и прибежит и скажет это американскому эквариру. Дальше американский эквариер, ему вообще, он до чего пока не знает, что это карта, ну, он может знать, что это карта русская, и предполагает, что это карта рублевая, но на самом деле на этом этапе, мне кажется, ему пофиг. Дальше этот запросик долетит до твоего банка-эмитента, и получит он, что вот с этой карты твоей такой-то американский магазин хочет 100 баксов, и тут нужно будет конвертнуть эти 100 долларов в рубли, ну, в смысле, в валюту твоей карты, но я тут тебе зуб не дам по какому курсу. ЦБ, курс этого банка, курс визы мастера, не знаю какие-то правила, рекомендации, ограничения, то есть какому курсу на момент авторизации должен следовать банк-эмитент, какому-то, непонятному. То есть это может курс отличный от ЦБ быть, лучше кого-нибудь спросить, кто ближе к эмиссии стоит, чем я, я вообще к ней рядом не стою. Но это полбеды. Вторая беда может настигнуть, когда наступит момент подтверждения этой авторизации, поскольку подтверждение авторизации придет, то есть авторизация конвертируется по курсу на день авторизации, а подтверждение будет по курсу на день подтверждения. Если мерчант работает по двухстадейке и будет те самые, не знаю, два-три дня думать, собирает твой заказ, когда он дернет ручку, что все, я готов от заказа брать, тот же самый запросик, но уже не в онлайне и в оффлайне, там через файлики, через визу и мастер-карты, летит двое эмитента, там тоже придет 100 баксов, но 100 баксов на день плюс 3 может отличаться от 100 баксов в рублях на день плюс 0. И ты можешь как выиграть, так и проиграть. Но выигрываешь или проигрываешь ты все-таки в момент, когда непосредственно проводятся операции, то есть ты два раза все равно не проиграешь? Ну, да хорошо, расстроить два раза, наверное, я погорячился, просто первый раз, что возможно по не совсем понятному курсу захладятся деньги в момент авторизации, это может отличаться от курса ЦБ на день авторизации, а второй раз, зависит от того, доллар подрос к рублю либо упал, обрадуешься ты либо не обрадуешься на момент подтверждения. И тут, кстати, из-за этого, например, какие-нибудь всякие сервисы, которые продают билеты или на самолет или, соответственно, в отеле, то они предлагают варианты оплаты, то есть можно оплатить сейчас, можно оплатить частями, можно еще, короче, они предлагают разные варианты и, кажется, отчасти они делают это вот ровно для этих сценариев, чтобы пользователь мог взять и зафиксировать, по сути, курс там своей валюты, в которой он покупает. Ну, он сможет зафиксировать на момент авторизации, но он не может гарантировать, какой курс будет на момент подтверждения. Хотя если, ну, покупки билетов, наверное, все это можно, то есть, грубо говоря, билет выбрать, билет забукать и подтвердить бронирование можно тем же днем, поэтому, наверное, будет курс тот же самый, того же дня. Ну да, то есть там, как я понимаю, вообще вот такой продуктовый сценарий, то есть пользователь берет, если выбирает, ставит галочку о том, что оплатить сегодня, то в эту же дату, вот сейчас же происходят обе части, и авторизация, и, соответственно, списание. А если ты говоришь о том, что оплачу, буду платить, ну, там есть варианты, оплатить там за 10 дней и потом непосредственно в день приезда, то там, насколько я понимаю, авторизация происходит, потом часть списывается за 10 дней, а финальная часть уже, финальное списание происходит в день приезда, как-то так. Возможно. Ну, это же еще, наверное, может быть, знаешь так, что, ну, зависит от того, где ты оплачиваешь, может же, наверное, сам сервис, где ты покупаешь билеты, может же быть такое, что он, типа, сам выкупает билеты, тебе его выдает, а ты уже должен становиться ему, а не авиакомпанией, у которой непосредственно билет покупался. И уже ты с ним рассчитываешься в фактически потраченной, ну, с точки зрения фактически потраченной суммы. Ну, а к тому, что с этим компаниям, наверное, самим тоже не то, чтобы может быть выгодно, особенно если курс растет, ну, типа, становится хуже, типа, зафиксировать, короче, платить частями с учетом того, что курс будет расти, при том, что для пользователя они вот эти вот кусочки зафиксируют на старом курсе. Я сам пока объяснял, что запутался, но в общем... В любом случае, если курс болтается, кто-то на этом проиграет, потому что кому-то придется заплатить за топливо. Ну, хотя ты топливо покупаешь. Авиакомпания в таком случае проиграет. Возможно. Окей, здесь разобрались. Еще у меня был вопрос про то, как гарантируется всякая консистентность операции, грубо говоря. Там, не знаю, любой разработчик клиент-сайда, любого, мобилки, фронтенса, что угодно, знает главное правило. Типа, если есть запрос, нужно предусмотреть ретрай, стоит ошибок, загрузок и всякого такого. Вот, типа, если мы говорим про онлайн-платежи, как гарантируется вот то, что если там, не знаю, интернет где-нибудь лагнул, запрос не прошел, чтобы случился там ретрай, повтор, что-то в таком духе, и при этом с меня не списали два раза деньги? Как это работает? Ну, тут, не знаю, серебряной пули, наверное, нет. Есть некий комплекс мер, который может эти кейсы, не скажу предотвратить, скажу минимизировать. Очень кажется, что у каждого уважающего себя эквайера есть контроль уникальности оплаты заказа. То есть между магазином и эквайером в рамках той самой интеграции есть некое, не знаю, уникальное поле номер заказа в нотации магазина. То есть когда я собрал корзину, мне там нарекается на фронте магазина заказ номер 28, и когда я нажму кнопку оплатить банковской картой, одним из полем авториационного запроса будет там, не знаю, какой-нибудь уник ордер айди равно 28. Соответственно, если банк эквайер по моему магазину, этот заказ номер 28 у него еще не оплачен, он мне даст оплатить. Если вдруг я начинаю тыкаться запросом на инициацию оплаты банковской картой тоже с номером 28, любой уважающий себя эквайер скажет, уважаемый, этот номер заказа уже оплачен. Извини, я тебе не позволю это сделать. Этот моментик лучше уточнять со своим эквайрингом, платежным шлюзом и вот это все. То есть как на этом участке минимизировать, чтобы вообще убрать кейсы двойных оплат. Но понятно, что могут быть кейсы, когда тот самый номер заказа 28, он меняется и применится на единичку при каждом виде рефреша корзины. Тут, наверное, от банка уже ничего не зависит, тут нужно как-то вот этот уникальный номер заказа по всему процессу протягивает на стороне магазина. А вот тут, наверное, как я уже говорил, никакой серебряной пули нет. Тут уже зависит все от продукта, разработчика, вот этих процессов на стороне мерчанта. Но, опять же, мне кажется, хороший кейс от банков Экварио, что они не дадут оплатить повторно заказ, а яичник уникальный, которого уже не знают, что оплачен. Могут быть иные кейсы, когда, ну не знаю, я специально или не специально, я, в смысле, покупатель открыл две вкладки одинаковые, с оплатой одинаковым заказом, не знаю, с двух рук по-македонски забиваю одну и ту же карточку и нажимаю почти синхронно оплатить. Но, опять же, тут, наверное, меня и там, и там кинет на 3DS-ку, и где-то, наверное, я чуть-чуть запоздаю. Если даже предположить, что у магазина нет 3DS-ки, ну тогда, в чистой теории, да, может быть, кейс, когда фактически с карты уйдут две суммы, поскольку у Эквайера заказ только один, и он номер 28, у него будет одна успешная оплата, но он не сможет, не знаю, дать мне два раза денег по одному заказу. И со стороны магазина тоже будет одна успешная оплата, но этот кейс, мне кажется, такой синтетический. Как его лечить на корню? Вот, на скидку не скажу, если будет какой-то конкретный кейс, можно будет крутить, посмотреть. Но, в чистой теории, такого добиться можно, но большая часть, как я уже говорил, кажется, что отбивается от контроля негальности оплаты заказа, как раз на участке интеграции между магазином и его платежем партнером. Окей. А вот если сейчас все, что мы сейчас разобрали, посмотреть на это с точки зрения вопроса, кто в процессе, пока деньги гуляют с одного счета на другой, кто, какие комиссии в итоге на этом всем деле зарабатывает. Можем сейчас приблизительно разложить, не знаю, со 100 рублей, сколько в итоге денег получит банк, точнее, возьмет за операцию, которую я заплатил в магазин, сколько там, не знаю, если виза или мастер-карт тоже чаржат, сколько у них будет. Можешь тут рассказать? Слушай, ну прямо в процентах, наверное, не разложу, поскольку очень много переменных влияет на итоговую стоимость, не знаю, средний чек, тип карты, тип бизнеса, оборот, куча-куча-куча всего. Ну давай сделаем допущение, что, не знаю, магазин платит жирную ставку, не знаю, в 5% своему эквайрингу. То есть понятно, что за все платит сам магазин, который принимает оплату. Он является единственным, с кого деньги. Ну так, по-хорошему. То есть за оплату заказа суммы 100 рублей магазин получит себе на расчетный счет от банка Эквайра 95. Соответственно, 5 рублей банк Эквайр оставит себе, но не все 5 рублей его. Он должен поделиться со всеми остальными ребятами, которые участвуют в этом процессе. Львиная часть из этих 5 рублей, ну давай там скажем, 3 с копейками, сейчас очень примерно, уходит в банку Эмитенту, чья карточка была использована для этой оплаты. Поскольку львиную часть костов на выпуск карты, на поддержку, на кэшбэк, на программу лояльности, на колл-центр, вот это все, все-таки потратил банк Эмитент. Поэтому и с ним нужно делиться. То есть в виде того самого интерчейнджа, вот эти деньги, на самом деле, неважно как, улетают в сторону Эмитента. И кажется, что да, банк Эквайр еще должен заплатить некую фи визе Мастеркард. Тут я не знаю тонкости, но верю, что да, какую-то копеечку визе Мастеркард тоже себе берет, потому что иначе, ну, ребята делают большую работу по вот этому всему транспорту, и казалось бы, что все участники процесса должны им за это какую-то копеечку платить. И тут еще из угла помахивает ручкой Эппл и Гугл. Боюсь ошибиться, но Эппл и Гугл, они в финансовом потоке участия не принимают это слово совсем, по крайней мере, в транзакционном потоке. Ну, сам по сути, это в их интересах иметь такие прикольные штуки, то есть иметь Эппл Пэй на Эпплее и Гугл Пэй на Гугле, они тем самым промотируют себя, при этом могут напрямую на этом потоке отдельно чего-то и не зарабатывать. Насчет отношений и плагу Гугла с визой мастером, с банками и эквариемитентами не подскажу, но если говорить про чисто как разбирается вот этот транзакционный кост, то кажется, что здесь кроме банка эквайера, ну, точнее, магазин за все платит, понятно, банк эквайер раздает всем участникам процесса, остальным это банк-эмитент и МПСы, ну, международные платежи системы, и вот то, что ему останется, это, грубо говоря, его доход на поддержание процессинга, на зарплату всем и вся, и вот это все. На эти два процента я и живу. Поэтому кроме вот этих трех участников процесса, комиссии, которые платят магазин, кажется, что ни на кого больше не делится. Все честно. Окей. И еще у меня остался один вопрос из светлых наших современных реалий российского банкинга, недавнее нововведение, технологический прорыв и вот это вот все, система быстрых платежей. И я сейчас, казалось, что это был сарказм, но на самом деле нет, благодаря системе быстрых платежей я теперь могу с карты своего банка на карту другого банка кидать без комиссии, хотя по номеру карты с комиссией, это меня до сих пор шокирует. Вот здесь можешь чуть-чуть, если ты в курсе вдруг, как это работает, что там под капотом, как это работает по номеру телефона, то есть не знаю. Звучит, как будто есть какая-то общая база привязок номеров телефонов к счетам пользователей банка. Так, из того, что мы с ребятами крутили, смотрели, есть сценарий, который, наверное, кажется, что неприменим вообще к онлайн-оплате именно в части B2C, это вот те самые переводы по номеру телефона, там, M2Me, C2C и вот это все. то есть реально есть CBN, SPK, которые эту историю сделали, слэш придумали, которые туда затащили или продолжили затащить, я просто не силен в последнем списке, кто уже в СБП из банков, кто еще нет, но кажется, что там уже все, кто-то должен быть, может быть, за каким-то исключением, и реально все банки и РФ в эту историю затащены. И соглашусь с тобой, история очень удобная, когда я по единому идентификатору номеру телефона могу отправить деньги, ну, грубо говоря, откуда угодно, куда угодно. Себе-себе в другой банк, себе-не-себе в другой банк, при этом комиссия та самая приятная, выгодно отличается от того самого перевода с карты на карту, особенно если говорим про межбанковские переводы. Но напрямую это все к интернет-оплате, наверное, притянуть нельзя. У СБП из того, что я видел и крутил на песочницах банков, есть как раз сценарий B2C, и когда СБП может выступать как метод оплаты на сайтах магазинов, плюс-минус ровно выглядит он вот так. То есть, пока из того, что я доподлинно знаю, видел и крутил, это оплата по QR, возможно, есть что-то еще, но просто в последние несколько месяцев в эту сторону пока не заглядывал и новостей не смотрел. То есть, опять же, сценарий базовый. Я прихожу на магазин, интернет-магазин, который подключен к СБП как бы так сказать по-русски. То есть, он может принимать оплату через СБП. Соответственно, когда я выбираю оплату СБП, мне магазин генерирует некий QR-чик. Внутри этого QR-чика может быть два варианта. Либо внутри этого QR-чика точно зашит получатель этого платежа, в смысле магазин, и сумма этого платежа. И там, не знаю, какой-нибудь номер платежа, описание заказа, бла-бла-бла, все что угодно. Либо второй кейс, когда в этом QR-чике может быть зашит только получатель платежа, ну, для интернет-магазина наверное больше подходит первый вариант, поэтому я считываю, да, я вижу QR на страничке этой оплаты на магазине. Дальше я должен открыть приложение своего банка, выбрать там вот эту оплату по СБП либо по QR-у в каждом банке. Кажется, что она называется. Ну, плюс-минус одинаково, но вот как в моем измере называется, не подскажу. Она живет в том же самом разделе оплата по QR-штрих-коду или в каком-то отдельном, я пока еще не смотрел. Я считываю этот QR-чик и, соответственно, попадаю в интерфейс своего банка в процесс оплаты. То есть я выбираю, из какой карты я хочу заплатить и жму ОК. В этот самый момент происходит магия на участке между моим банком, НСПК, банком Эквайером этого магазина и магазином. То есть мой банк-эмитент по уже каналам СБП, получается, ни в коем случае не виза Мастеркард, говорит НСПК, что в пользу такого-то магазина платешь такой-то, бла-бла-бла, все хорошо, НСПК передает информацию банку Эквайеру, который экварит по СБП этот магазин, а уже банк Эквайер говорит магазину, типа, чувак, какой-то заказ преуспешно оплачен. Пока можно оставить в сторонке вот этот кейс, что единственный сценарий, который пока лично я видел, это оплата по QR-у, возможно, не во всех кейсах он прям идеальный и оптимальный, но в некоторых кейсах, мне кажется, он будет достаточно хорош. Не знаю, возьмем какой-нибудь оффлайн, полуоффлайн, вининговые аппараты, что есть сказать про СБП. Попробуем обязательно, как только кое-что более интересное доделаем. Ну, в планах есть, хотим поиграться в эту историю. Окей, супер, здесь разобрались, я бы тогда предложил двинуть дальше к волнующим вопросикам безопасности, и хочется понять, на самом деле, тоже, вот это всегда мутная история, когда ты не понимаешь, в каком-то магазине тебя просят ввести, ну, это я сейчас про оффлайн, но все равно, в каком-то магазине тебя просят ввести пин-код, где-то тебя не просят, где-то тебя просят ввести код из смски, где-то не просят, вот как это все работает вообще, и, кстати, я сейчас пытаюсь вспомнить, пин-код, например, его в онлайне вообще сейчас кто-то использует, и вообще, насколько это возможно? Пин-код в онлайне, надеюсь, что нет, кажется, что это вещи разные, то есть, пин-код чисто оффлайн, а все, что про CVVCVC и потенциальный и опциональный 3DS это как раз онлайн, за онлайн не скажу, опять же, могу сказать только в части меня как покупателя, то есть, я точно и свято знаю, что если я подхожу и тапаю своей картой при чеке меньше тысячи, карта вроде Visa, да, Visa, у меня пин-код не просят, если я прихожу и тапаю на чек больше тысячи, у меня пин-код просят, и знаю, что если подходят этапы своими часами супруга, у нее пин-код не просят никогда, вне зависимости от того, какой суммы, ну, в смысле, какой чек и какой размер этой оплаты, но опять же, если там, не знаю, с утра этого дня или в течение этого дня хоть раз супруга набивала какой-то пин-код на своем гармине, это вот то, что я могу сказать, но, то есть, да, есть какие-то регламенты, правила ограничений, что в этом случае так, в этом случае сяк, но доподлинно их не знаю, знаю точно так же, как и из вас, что если так, получается так, если так, получается не так. Окей, тогда про онлайн, вот мне всегда было интересно, действительно ли для того, чтобы провести платеж, нужно обязательно вбивать, мне всегда было интересно, действительно ли нужна дата истечения срока действия карты? Да, это обязательное поле. А почему? Это дополнительный источник знаний, например, не знаю, у меня на карте деньги есть, я вбил данные карты правильно, я прошел 3D, кстати, тут трюк, ну, не знаю, как сейчас, но, скорее всего, даже если я ошибусь в карте, мне мой банк имитент опланировал, в течение того, что либо, ну, не то, что карта просрочная, карта на самом деле валидная, она скажет, типа, неверно указан экспдейт карты. Ну, вот такие вот правила, что наравне с номером карты экспдейт является обязательным для предоставленных запросов. По крайней мере, иного в Урнете я не видел. Но при этом можно, как я понимаю, накосячить в имени-фамилии. Тут вопрос философский. Если говорить про технику, про подкапотку, наверное, между банками, там уже наверху, на низком уровне, кардхолдер не гуляет, поскольку там, наверное, ему не место. Банк имитент сам знает, чья это карта. А вот на участке магазин, платежный шлюз, банк, можно, конечно, написать Гарри Поттера, но я бы это делать не рекомендовал, поскольку, возможно, на это как-то завязана антифрод-система банка. Если таких Гарри Поттеров много, скорее всего, ты сделаешь плохо себе, зарубив свой платеж и, возможно, как-то повысив или понизив свой риск корринг в антифроде этого банка. Поэтому в этой части, наверное, если есть поле кардхолдер-нейм, то есть можно... Соберись и веди правильно. Да, в латинице, как на карте, желательно не сильно ошибаться. Окей. Хорошо. Ну, CVC-CV я не знаю, есть там что интересно обсуждать или нет, кажется. Это просто код безопасности. Так, я предлагаю разобрать, не знаю, мифы. Я вот, например, до сих пор, я, короче, не запомнил. В общем, не рекомендуется в любом случае давайте фотографировать или чтобы кто-то видел номер карты и, соответственно, дату истечения, потому что, вроде как, имея вот эти вот два поля, есть возможность каким-то образом списать деньги с твоей карты. Так, если у меня на руках только номер карты и эксп, слушай, я простых вариантов не вижу, честно скажу. То есть, да, понятно, что для повторного списания с привязанной карты ничего, кроме пана и экспа, не нужно, но кажется, что, не имея CVCV, ты не сможешь сделать первичный платеж, который будет тем самым привязочным. Поэтому кажется, что нет. Я, опять же, неиспроцентная последняя станция, но простых кейсов, как можно сделать так, зная только вот это, не могу придумать, извини. Без заточки под ребро не обойдется, Стас. И второй вариант, я не знаю, все этого очень сильно там боятся и так далее, все бабульки и я тоже, про то, что ко мне в метро подойдут с терминалом, приложат и, короче, все возьмут и спишут с, ну, собственно, с моей карточки. Я не знаю, я даже видел, я, короче, офигел с этого. Есть кошельки с какими-то металлическими пластинами, еще чем-то, чтобы, ну, специальный кардхозер, скажем так. Это NFC экранирует, походу. Типа того. Вот, и вопрос, насколько, ну, если я правильно понимаю, в любом случае, из тебя и за счет 3DS больше, чем 1000 рублей списать не смогут, потому что, ну, потому что там, потому что так 3DS работает. 3DS-ки там не будет это оффлайн, ты, наверное, про пин-код. Нет, я про то, что вообще, в принципе, вот, например, я злоумышленник, я, короче, решил погулять сегодня и взял с собой терминал и хожу и прикладываю, условно говоря, не знаю там. Так это же оффлайн будет, тут реально 3DS ни при чем, это, по сути, то же самое, что ты бы воткнул в терминал. Да, я неправильно сказал, не 3DS, а, получается, пин-код меня не будут спрашивать. Точнее, если я буду пытаться списать больше 1000 рублей, то, соответственно, будет запрос на получение пин-кода. Меня банк Эквайер будет просить ввести, правильно? Ну да. А если меньше, у меня потенциально, я не знаю, могу ходить и по 500 рублей, в общем, снимать. Ну, потенциально кажется, что да, тут я бы это проверил бы на эксперименте типа как миф-бастерс. Можно так сделать, либо нельзя, потому что, ну, не знаю, все проезжали по всяким платным дорогам, и там, когда нет кэша, нужно тапнуть карты, и вот холодная зима, и тетечка иногда не высовывает сюда, просто прислоняет к стеклу, и вот там стекло не сильно толстое, это иногда проходит только раза со второго-третьего. Это толщина стекла на глаз, ну, не знаю, миллиметра, ну, 4. Поэтому, если, не знаю, сейчас начну фантазировать, предположить, что карта лежит на грудном кармане легкой летней рубашки, а ты посом будешь меня гладить по легкой летней рубашке по карману, возможно, что-то и получится. Но, опять же, я бы проверил. И, с другой стороны, если у тебя есть пос, значит, у тебя есть какое-то юрлицо, или хотя бы ИП, который имеет договор с банком, по которому этот пос выдан, и эти деньги падают тебе на расчетный счет, кажется, что, если даже ты будешь так долго ходить, долго ходить так не будешь, тебя найдут. Потому что тот, у кого списали, само собой, первым делом скажет об этом свой банк, ну, а дальше уже банк твой свяжется с банком Эквайером, поскольку он знает, от кого пришел запрос. Ну, и кажется, что ниточки и улики достаточно быстро выйдут как минимум на то юрлицо, кому этот пост давали. Тут вопрос, наверное, про security. Я тоже, наверное, не самый правильный человек по этому вопросу. Но вопрос интересный. Но в любом случае получается то, что все там проблемы, когда себя плохо ведет себя конечный мерчант, ему прилетают со стороны его Эквайера. Ну, давай скажем так, если Эквайер первый заметил, что мерчант ведет себя плохо, да, прилетает мерчант со стороны Эквайера. Если вдруг заметил то, что мерчант ведет себя плохо не сам Эквайер, а, не знаю, Visa Master или банкомитент, все идет по цепочке, сверху вниз. Но все равно в конечном итоге все для Visa Master и Метент заканчивается на Эквайере, и уже в интересах Эквайера переложить то бремя по-русски, не скажу по-русски, бремя ответственности за вот эти вот прегрешения с себя на того мерчанта, которого он обслуживает. Окей. А вот, ну, ладно, вроде с пин-кодами и с оффлайн-сценариями и с постами разобрались. А 3DS от чего зависит, когда он показывается, а когда не показывается? Отличный вопрос. Очень такая витеватая там логика. Давайте начнем по порядку. Первый фактор, от которого зависит, покажется, не покажется. Вообще, при рождении эта карточка была наделена такой способностью либо нет. Это вопрос больше к банку-эмитенту. Кажется, на уровне ощущений, что карточек без 3DS, наверное, сейчас особо не выпускают банки. Поэтому делаем допущение, наверное, оно не сильно далеко от истины, что, ну, хорошая доля выпускаемых сейчас карты, она по умолчанию 3DS в клуб сделана. Это первый фактор, по которому 3DS может не быть, если на карточке тупо его нет от рождения. Не знаю. Не знаю, насколько валиден такой кейс. Возможно, в каких-то банках я, как покупатель, могу, не знаю, обратиться в саппорт, написать заявление либо в отделение и попросить 3DS-ку отключить. Пойдут мне навстречу, фиг узнает, можно так сделать технически, наверное, можно. Ну, так, это уже минорные нюансы. Второй фактор, который влияет, будет 3DS, не будет 3DS, это хочет того сам магазин, либо не хочет. Но тут не в смысле он сам решает буду, не буду. Он может только лишь попросить послабить в этой части настройки и технику со стороны своего эквайера. Допустим, магазин говорит, что, уважаемый эквайер, смотри, у меня есть первичные оплаты, где покупатель у меня на сайте. И, грубо говоря, да, там покупатель у меня на сайте, я хочу первую оплату проверить, что точно он, это он, поэтому тут я делать 3DS буду. Твои настройки стандартные. То есть, все хорошо, полный круг проверок я пройду. А потом, после первой успешной оплаты, я не знаю, он эту карточку у меня может привязать. И дальше, грубо говоря, в приложении у меня реально есть бизнес-кейсы, когда мне нужно будет с него что-то записать, вот как в случае со Стасом. А вот до этих кейсов сам, уважаемый эквайер, понимаешь, что я не могу инициировать оплату с признаками от 3DS, у меня покупатель в этот момент будет спокойно в оффлайне, он не сможет ее пройти, поэтому тупик. И тут уже, как договорится этот мерчант со своим эквайером. Если мерчант хороший, белый, с хорошей репутацией, нет ничего такого, чего бы смутил эквайер, скорее всего, ему такую возможность дадут. И тогда сам эквайер может по части операции 3DS инициировать, по части операции 3DS не инициировать. И что еще? Да, наверное, все. Поэтому самый, ну давайте вот из крайности в крайность. То есть кейс, когда вообще все с 3DS, и карточка, и желание мерчанта, и желание эквайера, любая оплата твоя будет вызывать то самое окошко твоего эмитента для ввода одноразового пароля из смс либо из пуша. И противоположный кейс, либо когда на карточке вообще нет 3DS, либо когда у мерчанта нет желания делать все это с 3DS, ты просто вводишь данные карты, нажимаешь оплатить, хоп, все, ты все успешно сделал, успешно оплатил. Но тут есть еще важный моментик. Это не только плюс один шаг, минус один шаг, плюс безопасность, минус безопасность, а еще и так называемая ответственность. То есть в случае, если что-то пойдет не так, с кого будет спрос и на ком будет ответственность. Если 3DS была, а ты как покупатель будешь утверждать эмитенту, что это платил не я, скорее всего, твоя позиция не очень сильная. Ну, грубо говоря, это аналог того, что ты говоришь, что да, у меня в банкомате сняли деньги с использованием пина, но это было не я. Ну, камон. Тебе по договору меняется хранить сохран за свои вот эти вот данные. Поэтому шансы твоей на представление такой операции кажется, что крайне-крайне малые. Если оплата прошла без 3DS, и причем инициатором отключения 3DS был магазин, а сама карточка 3DS умеет, и ты скажешь, что это был не ты, тут твои шансы на самом деле неплохие. Магазин должен доказать, что это был ты, либо он, что именно тебе эту услугу купленную оказал. Вот такие два пограничных кейса. Поэтому в интересах магазина следить за потоком нет 3DS операций и делать так, чтобы ему от этого не стало больно. Окей. Если коротенько, да. Да, ну слушай, вроде все понятно. А давай тогда сейчас, может, получится, не получится сформулировать, типа, на что вообще стоит при онлайн-оплате обращать внимание, чтобы не оказаться в ситуации, когда тебя в итоге обманули и списали с тебя что-то не то. Как гарантировать свою безопасность? Так, ну опять же, из меня средств безопасности такой себе, могу поделиться своими наблюдениями, что меня обычно спущает, либо на что я обычно обращаю внимание. То есть, если я прихожу, ну окей, как правило, я не что-то не покупаю на магазинах, которые вызывают у меня подозрения. Не знаю, собранные на коленке, очень как-то неопрятно выглядящие, стабильные какие-то, не знаю, подозрительные, точнее, низкие цены, ну, камон, наверное, это не то. Если очень хочется, но все равно стремно, как раз приходит на выручку какой-нибудь кошелечек, либо какая-нибудь виртуалочка, которую не жалко пихнуть в этот сайт, если даже что-то с ней случится плохого, ну окей, там на ней денег больше, чем на сумму оплаты не было, и там на ней будет постоянный новый. Либо там, не знаю, какой-нибудь кошелек заранее пополните, оплатить кошелечком. Вроде не очень стремно. Ну, когда жадность больше, чем предостережение. Плюс, если меня смущает, ну, опять же, если говорим про сайты и про форму ввода данных карты, ну, допустим, не знаю, я, возможно, как-то триггернусь, если я увижу, что меня регирект на какую-то страничку ввода данных карты, которая будет там ругаться на какой-нибудь отсутствие сертификата, просроченный сертификат, и вот это все. Кажется, что тоже это настораживает. Возможно, меня немножко смутит, если... Сейчас я пытаюсь вспомнить, что еще такое можно смущать. Тоже ничего в голову не приходит. Вроде стремные сайты. Опять же, кейс-бай-кейс, если на сайте нет оплаты в онлайне, либо она как-то запрятана, и нужно сначала писать менеджер, чтобы он выставлял тебе счет, счет придет на e-mail, по e-mail, по сути, заплачет, прямо сейчас можешь кинуть, не знаю, вот по такому телефону на сбол или на, не знаю, какую-то карту, ну, тоже я подумаю, что у меня больше осторожности либо жадности. Возможно, это тоже меня как-то будет смущать. Окей, потому что вот в этом сценарии, в этом сценарии фактически человек просто, если тебя попытаются кинуть, они рискуют не отключением там от экваера, а они рискуют просто тем, что твою карточку в конкретном банке заблочит. даже нет, если он просит кинуть на карту, неважно, какого банка, ну, по факту, это я скидываю, я как физик кидаю на карту физику, это вообще не про e-com, это не про онлайн-коммерцию, это тот самый P2P, который невозвратный, не отзывный. Если я приду к свой банк, имитент скажу, типа, чуваки, я, находясь здраво, умеет трезвые памяти, да, тупанул, пожадничал, накинул вот эти деньги получателю на карту в другом банке, может, любим, скажет, вот, нет, читаем правила, это P2P. Окей, ладно, тут все понятно, не кидайте P2P, обязательно проверяйте внимательно номер карточки. Иногда очень хочется, иногда это нормально. Так вот, сейчас, действительно, кисть-байки есть. Ну, для меня, допустим, стало открытием сейчас то, что P2P, переводы, они, в принципе, невозвратные получаются, то есть, даже если ты затупил и отправил не туда, то как бы все, можно распрощаться. Жень, ты, наверное, мог обратить внимание, что обычно тебе предлагают скинуть на карточку Сбера, ну, в общем, скажем так, не очень, по виду не очень, в общем, надежные продавцы, скорее всего, это, я не знаю, какая-нибудь лавочка с фруктами, там, или какая-нибудь, я не знаю, там, ремонт ключей, обуви, что-нибудь такое. Да, с другой стороны, я знаю за то, что делать в такой ситуации, потому что видел кучу примеров того, что нужно делать. Нужно просто найти телефон человека и писать ему, здравствуйте, я по ошибке отправил на ваш номер столько-то денег, переведите мне, пожалуйста, на такой-то номер карты. Начинается. Я видел, что люди так делают, а, видимо, это нормально. Ну, ладно, это я дурака валяю. Окей, и давайте, наверное, последний вопрос, который на сегодня хочется так еще обсудить, это вот кейс, короче, наша типичная история, рубрика, подлодка, стартерпак. Сегодня это стартерпак начинающего открывателя интернет-магазина, вот я хочу сделать интернет-магазин, или я хочу сделать сайт по продаже билетов на лучшие онлайн-конференции, все сходства с существующей реальностью случайны, и хочу к себе прикрутить, в общем, что-то, чтобы принимать платежи. Ну, короче, хочу начать принимать платежи, чтобы люди могли прийти, оплатить карточкой онлайн, без смс, регистрации, вот этого всего. Чего мне делать? Вот какой самый простой, самый понятный, самый удобный способ? Я сейчас традиционно еще подсунул, у нас очень маленький же магазинчик начинающий, мы не хотим платить слишком много комиссий. Если комиссия будет максимально близка к нулю, чем ближе, тем лучше. И вот опять вопрос начинается с цены, давайте с него и начнем. Опять же, если магазинчик маленький, и оборота мало, ты понимаешь, что, ну, как мы любим шутить, 10% от нуля это все равно ноль. То есть, допустим, оборот в месяц у тебя будет 100 тысяч рублей. Сильно тебе аффектит комиссия, ну, давай, скажем, из головы 2% и 4% на круг? Если это все 100 тысяч рублей, на которые я буду жить в этом месяце, ну, нормально. Ну, по факту это будет 2000 рублей на месяц. Ну, это как... Глубо говоря, комиссия начинает играть какую-то нормальную значащую роль, когда у тебя обороты такие, что это становится заметно. Ну, опять же, на старте, наверное, особенно при нулевом обороте, если больше хочется начать быстрее, чем, не знаю, долго упираться, торговаться, искать подешевле, и вот это все, ну, не знаю, кажется, что на старте комиссия это не самое первоочередное, на что стоит обращать внимание. Тем не менее, никто не мешает, чтобы потом уже, чтобы потом не передоговариваться, договориться на берегу, есть такое понятие, как обговорить некую лесенку ставок, лесенку комиссии. Когда ты, опять же, это зависит от того, насколько тебе готово идти на встречу, когда на старте, говоришь, что окей, сейчас у меня ноль, но я в себя верю, вообще все в меня верят, поэтому, да, сейчас, на самом деле, мне не сильно принципиально, сколько я тебе буду платить, там, уважаемые платежные партнеры, ну, давай, чтобы потом не передоговариваться, и чтобы все было хорошо, прям сначала сделаем некую лесенку. При достижении такого-то оборота дискон такой, при достижении такого-то дискон такой, и, грубо говоря, ты ему рисуешь, как ты будешь расти оборотом и как при этом будет снижаться твоя ставка. У тебя есть некий такой play-save, ты знаешь, что ты уже, грубо говоря, на будущее зафиксировал понижение ставки с ростом оборота и твоей задачи только оборот нарастить, и кажется, что история хорошая. А если как раз отвечаю на вопрос начало стартерпака, наверное, Е, ну, окей, если все-таки вопрос экономии стоит превыше всего, тогда поискать, у кого подешевле. И кто возьмет на это подешевле тебя с нулевым либо очень маленьким оборотом. Это раз. Но мое личное мнение, что, наверное, гнаться за экономией там нескольких сотен либо нескольких тысяч рублей в месяц на старте, ну, может, оно того и не стоит. Гораздо интереснее побыстрее запуститься с минимумом формальности, а не знаю, если ты запустишься на 2-3 дня раньше, ты гораздо больше отыграешь в плюс, чем потратишь на излишнюю комиссию. Окей, давай комиссию тогда дропнем, да, и посмотрим с точки зрения тех, кто готов переплачивать за то, чтобы сделать быстро и классно. Ну, быстро и классно тогда, опять же, рисую сфический стартер по квакууме. Наверное, на старте не надо растекаться мыслью по древу и искать сразу все, которые хоть сколько-нибудь имеют доли на рынке популярности методов оплаты. Кажется, что карточек как минимум, если есть возможность, карточек Apple Pay, Google Pay на старте за глаза. Да и кажется, что вообще за глаза. Даже можно спокойно ограничиться только картой. Это раз. два. Наверное, на старте нет никакого смысла играть в типа я непотопляемый резервированный, у меня два договора, два партнера, две интеграции. Ну, опять же, здесь, если выбирать партнера с умом, выбирать кого-то из мейчеров, наверное, риск того, что он ляжет и ляжет надолго, он не такой велик. А если ты будешь сразу с нулевого оборота делать себе резервы, на тебе вменяется сразу два договора подписать, согласовать, точнее согласовать, подписать две интеграции, две сверки, всего по два. Причем с пока непонятными критериями, как часто ты будешь пользоваться вторым провайдером. Но, наверное, на старте, да, можно... А что такое сверка? Если можно, чуточку попозже, сейчас просто мы по... Окей, вернемся к этому вопросу. Пока пройдемся, там еще про фискализацию будет, без нее, к сожалению, тебе тоже никак. Или, к счастью. Поэтому, да, наверное, выбрать кого-то одного из менеджеров, который даст тебе основные методы оплаты или хотя бы карту, о резерве пока, наверное, можно не думать, о комиссии пока, наверное, можно не думать. Ну, сильно пока. Это мы кого сейчас выбираем? Мейджор? Это платежный шлюз или это эквайер? Не сильно принципиально, на самом деле. Но тут есть мнение, что если... Ну, опять же, я не знаю, я не знаю, как сейчас бордится масс-маркет на банках, возможно, там все так же быстро, как на платежных шлюзах. Я не знаю, выигрыш ли ты время, пойдя со своим маленьким ИП либо маленьким юрлицом в сторону платежного шлюза, либо подашь заявку на получение какому-нибудь банку. Просто я не могу сейчас вот сказать тебе точно, сколько времени займет это в том кейсе или в том кейсе. Ну, наверное, собрать инфу по рынку, пообщаться, посмотреть, как, где быстро, не быстро, с каким комплектом документов, набором формальных с масс-маркетом, тот самый начинающий, и выбрать варианты, которые тебе покажутся оптимальным. А шлюз ли это будет, либо банк напрямую, ну, мне кажется, сильно принципиально. Чего еще, чего еще. Ну, и тут, как мы уже говорили, всяко без онлайн-фискализации тебе никуда. Потому что, начиная с лета 17-го года и дальше по этапу наведения этих кусочков 54 ФЗ, ты, как интернет-магазин, резидент РФ, обязан физкализировать, грубо говоря, то, что у тебя происходит. То есть, у тебя, как минимум, договор на онлайн-кассу, если я правильно понимаю, ты либо ее берешь в аренду, либо себе выкупаешь, ну, наверное, смысла тебе выкупать ее нет, можно взять в аренду. А с тебя договор, и да, интеграция с этой, с этим поставщиком онлайн-кассы, с тебя договор с ОФД, поскольку твоя онлайн-касса будет скидывать твои чеки ОФД для дальнейшей передачи ФНС. И прикрутить всю эту историю, опять же, к своему сайту. И, собственно, сам сайтик. Тут варианта два. Либо ты используешь что-то готовое, тогда тебе может помочь сэкономить на интеграции, поскольку если какую-нибудь, не знаю, типовую популярную ЦМС-ку ты берешь, скорее всего, какие-то готовые модули интеграции и с банками, и с шлюзами, и с кассами ты ее для нее найдешь. Если ты пишешь что-то самостоятельно, то тогда у тебя и будет самописанная интеграция и с твоим платежным партнером, и с твоим фискальным партнером. И, ну, то, что мы упомянули сверки, наверное, это прям не крит-крит. Грубо говоря, это процесс, когда ты оплаты проводишь, чеки бьешь, в онлайне кулбеки обрабатываешь, товар отгружаешь, понимаешь, что все у тебя хорошо, но в конце, ну, точнее, в начале следующего дня тебе платежный партнер, а еще и фискальный партнер присылают некие реестры. Чего такого тебя они поймали за вчера. И очень сильно кажется, что в твоих интересах, чтобы понимать, что ничего ты не упустил и ничего лишнего не продал, или нет кейсов, когда покупатель оплатил успешно, а у тебя эта оплата чистится, как, не знаю, в ожидании, сверить данные, полученные от провайдера, поскольку, ну, кажется, что в них источник правды с данными по своей системе и понять, есть ли у тебя кейсы, когда у тебя эта оплата есть, у него нет, либо наоборот. Если такие кейсы в расхождении вылезают, тогда твоя задачка их как-то урегулировать, поняв, что произошло. Я хочу пробежаться еще раз. Я вот что-то думал, думал, понял, что я не до конца догоняю по поводу чеков. Я правильно понимаю, что мы находим, допустим, платежный шлюз, который за нас будет решать проблему, вопрос непосредственно того, чтобы принимать оплату, чтобы человек, по сути, в этот платежный шлюз сбивает карточку, и вот это все. Дальше, получается, согласно вот этому закону, мы должны предоставить нашему клиенту чек. И вот тут вот вопрос, сам платежный шлюз, это он сам идет и выбивает этот чек и в каком-то виде, не знаю, там заводит вот эту вот заявку, что-то, или как? Нет, чек должен выбиваться на твоей кассе, которая зарегана на твой UNM. Соответственно, максимум, чем тебе может помочь твой платежный партнер в случае наличия у него такой интеграции между собой и вот этим поставщиком касс, грубо говоря, кое-какие настройки вбив, он за тебя будет отправлять чеки, но на твою кассу. То есть, снимет с тебя вот этот кусочек, но опять же, тут лучше уточняться с тем партнером, там, с тем шорт-листов партнеров, которые, там, ты выберешь для начала работы. Кто, какой головняк с тебя на старте может снять хотя бы по технике. Но в любом случае вот этот вот кусочек про то, что взять и условно направить письмо уже непосредственно там по имейлу человеку, который покупал, соответственно, с чеком, это все равно в любом случае будет твоя проблема, скорее всего. Если у него память изменяет чек и отсылает ОФД. А, окей. Человек попадает на кассу, с кассы он уходит в ОФД, ОФД отправляет чек покупателю, ОФД дальше передает данные ФНС. Кажется, что процесс успешно кончается. Окей, услышал. Ну, то есть, в итоге получается то, что возможно есть вариант найти кассу, соответственно, которая сама за тебя это все сделает. Типа тебе про чек не надо запариваться. Ну, понимаешь, касса сама за тебя ничего не сделает, то есть, давай вот сведем стартер пак до MVP. То есть, тебе точно нужен договор с кем-то, желательно, ну, с кем-то платежным я имею в виду, который даст тебе хотя бы карты. И желательно при этом не сильно долго будет мучить небольшим пакетом документов, чтобы тебя забордить и дать такую возможность. Это раз. Тебе нужен будет договор с кем-то в части онлайн-касс хотя бы одну. Ну, просто зависит количество, будет от того, насколько ты будешь транзакционен. То есть, чем больше транзакций, там, не знаю, в минуту, в секунду, тем больше полкассы тебе нужен. Это тоже стоит поговорить с тем, кто тебе будет кассы давать в аренду. Он сам подскажет, точнее, сам спросит, сколько у тебя планируется и подскажет, сколько тебе оптимально иметь кассы, чтобы с этой нагрузкой справляться. Плюс тебе нужен будет договор с УФД. Это отдельный договор. Как раз твоя касса после пинка кого-то с этим чеком этот чек отдала в УФД, УФД сделал свою работу и отдал чек в ФНС. И вот как-то все это поженить. Если будет какая-то у тебя CMS-ка на базе которой ты будешь строить сайт, и так повезет, что она будет уметь работать с твоим платежным партнером, там достаточно будет убить настройки, которые он тебе выдал при бординге, и настроить сторону платежного партнера, чтобы она сама по нужным событиям отправляла нужные чеки на твою кассу по тем настройкам, которые ты ей укажешь, тогда кажется, что у тебя получится тот самый лэйзи стартер пак, когда твои действия сводятся к минимуму. Окей, вот сейчас прямо вообще кристальным партнером спасибо. Не факт, что он самый выгодный, стабильный, вот это все, но если говорим про максимально быстро запуститься, чтобы это работало, вот кажется, оптимальнее, чем это мы не придумаем сейчас. Супер, спасибо. И, наверное, последний вопрос такой, это просто один специфичный кейс, который хотелось уточнить. Вот когда мы берем, интегрируемся с банком или с платежным шлюзом, обычно нам предоставляется уже какая-то формочка, которую нужно встроить, и эта формочка выглядит как-то там, короче, на ней написано большими буквами, что это или там такой-то банк, или такая-то платежная система, или какой-то платежный шлюз. И до какой-то степени можно терпеть, но в какой-то момент у людей начинает играть чувство прекрасного, они такие, блин, давайте нарисуем свою платежную форму, куда-то вбиваешь данные карточки, чтобы было красиво, и все такое. И я знаю, что тут есть подвох. Правда же, что нельзя так просто взять и на своем сайте заверстать собственную форму типа ввода банковских, ну короче, платежной информации и жить счастливо без всяких проверок и без волшебных слов PCI DSS или что-то в таком духе? Наверное, можно, но есть нюансы. А сначала насчет брендирования и штатного визуала платежных страничек, шлюзов, банков, партнеров. Тут я отчасти могу их понять. Если банк хороший и вызывает доверие, наверное, ну окей, я с точки зрения покупателя, если я вижу, что да, мой платеж будет идти через банк X, и я этому банку верю, скорее всего, я спокоен. То есть меня этот логотип как покупателя может немножко успокоить. Но также я могу понять и тех, у кого чувство прекрасного перебарывают, что должно быть красиво, а не, не знаю, мигать именем этого банка прямо в шапке этого сайта. Если хочется сверстать эту страничку самостоятельно, какие варианты есть? Вариант номер один. Это, опять же, если это страничка в верстке банка, на стороне банка банк может рассмотреть возможность кастомизации. Для тебя, то есть ты говоришь, ну опять же, несколько вариантов зависит от банка. Либо вариант, банк в тебя сгружает архивчик с исходной версткой, ты там ее силами своими либо своего фронтендера наводишь красоту, там по тем гайдам, которые тебе скинет тот же самый банк, то есть что можно трогать, что нельзя, чем можно играть, чем нельзя. По готовности ты эту, грубо говоря, архивчик отдаешь обратно на ревью, ребята его смотрят, если все хорошо, погружают там на свою песочницу, ты крутишь, смотришь, что да, все ведет сервен, так как я хочу, и даешь им командовать, типа, ребята, все, мне все нравится, заливайте данную кастомную верстку, мне там на мой боевой аккаунт буду вот так теперь принимать. Это вариант номер один. Не все банки так умеют отчуждать, не знаю, какой-нибудь исходники верстки, поэтому какие-то банки, кто так не умеет, единственный вариант, наверное, показать им, рассказать, что ты хочешь, там дизайн, гайды, описание шагов, чего где, какие ошибки проверяются, как валидируются, где что вылазят это предупреждение, и попросить банка, банку, попросить банк сверстать все это за тебя, но сам понимаешь, от банка это труд затрата, если ты им приносишь хорошее количество денег, возможно, они с тобой будут говорить, если, не знаю, у тебя оборот, чуть-чуть, а ты просишь буквально там недельку-полторы их фронт-энда, а еще тестировщик, а еще вот это, ну, скорее всего, скажут, чувак, ну, наверное, нет. Есть ребята, которые, вот я слаб в оффлайне, слаб в безопасности, а еще больше я слаб в фронт-энде, я не знаю, как это правильно называется, грубо говоря, некие диджети, которые, грубо говоря, очень сильно кажется, что прям твоя верстка, на самом деле, это не твоя верстка, то есть некий виджет, который встраивается на твою страничку оплаты, но который все важное, нужное подсасывает оттуда, откуда нужно, и при этом карточные данные, грубо говоря, сразу же утекают туда, при этом от тебя никакого сильного прям трушного PCI-DSS здесь вроде как не нужно, но этот моментик я бы отдельно проверил, поскольку в моей карточной мира если карточные данные вводятся на твои верстки, хотя бы какой-то минимальный PCI-DSS в части какой-нибудь листа самооценки носит тебя нужно, поэтому этот вопрос и, наверное, PCI-DSS это типа сертификация какая-то. Да, и самый такой хардкорный вариант, который, скорее всего, не для маленьких, не для средних, а для крупных, которым реально это нужно, это самому становиться PCI-DSS мерчантом, проходить ежегодные аудиты, когда хорошие, въедливые люди, в хорошем смысле слова въедливые, будут проверять тебя, насколько ты кошель, насколько тебе вообще можно доверить работу с карточными данными, поскольку, сами понимают, что очень сенситивная информация, и оба кому этот сертификат не дают. И тогда у тебя будет две возможности, да, а, ну, опять же, зависит от уровня вот этого сертификата, если говорить прям по самому максимуму, у тебя, да, будет возможность принимать карты на своей верстке, то есть ты сам можешь рисовать любой дизайн, какой тебе нравится, видится, и вот это все, но учти, что есть кое-какие требования в части, там, не знаю, оферты, логотип Visa MasterCard, и вот этих гайдов, о которых тебе расскажет твой банк Эквайер. Желательно это не игнорировать, а в остальном дизайн полностью твой, и плюс наличие серьезного PCI DSS будет тебе давать физическую и моральную возможность хранить у себя те самые данные карты, но в нужном скобе, то есть как минимум PAN и EXP, то есть иметь те самые привязки, чтобы потом, имея только PAN и EXP, с этих привязок в нужных тебе кейсах с одобрения Эквайера списывать деньги твоих клиентов, которые тебе дали на это разрешение. В противном случае это будет некошерное поведение и тебе придут. Окей. Ну что, мне кажется, мы классно разобрали как это, обе грани внедрения платежной системы, начиная от кейса, когда мы не паримся, комиссии чуток переплачиваем, но быстро запускаемся и до момента, когда мы по хардкору сажаем своего фронтендера две недели верстать красивую форму, проходим PCI DSS и делаем максимальный энтерпрайзный вариант, но зато типа радуемся, как у нас все кастом, и чисто под нас. И на этом предлагаю подводить черту под сегодняшним выпуском и давайте вспомним, о чем мы сегодня поговорили. Мы сегодня рассмотрели, кажется, вообще все возможные вопросы, ну ладно, может быть не все, но все, которые пришли нам в голову про платежи и как это работает в онлайне, что происходит с нашими карточными данными, поговорили про действующие лица, какую роль в этом играют банки, чем отличаются имитенты от эквайров, какую роль в этом играет Visa, MasterCard, всяческие кошельки, платежные шлюзы и так далее. Потом поговорили про то, как вообще платежи работают, что там за многоходовочка такая хитрая, что за слова такие, авторизация, холдирование, как происходит списание до списания и так далее. Обсудили немножко про безопасность, про то, как там работают пины, CVC, CVV, 3DS и всякое тому подобное, и закончили таким стартер-паком, как на своем сайте у себя в интернет-магазине поднять платежи, чтобы было быстро, классно и удобно. Дим, спасибо тебе большое. Реально, меня некоторые вопросы мучили очень давно, я не знал на них ответы, и сегодня у меня просто большое облегчение. Испытал огромное удовольствие, потому что я узнал столько всего нового, чего я хотел узнать. Спасибо тебе за это. Вам спасибо. Реальность. Перестал переводить на карточку? Да, это правда. В качестве оплаты. Иногда нет нового варианта, поэтому приходится. И чему я... Ну, окей, то же самое, что есть отличный рынок в Рюберцах, где либо кэш, либо безнал, но на карту. Выбирай. Нет кэша, все, у тебя только один вариант. Ну да. Жиза. И, кстати, вот этот выпуск у нас выйдет совсем скоро от момента... Короче, когда он выйдет, буквально через неделю после этого или около того, я узнаю, что случилось с моими денежками. Я просто недавно был в отпуске и там попал на классический фрод. Короче, скиммеры в аэропорту. Типа, я снимал налик страна третьего мира. Короче, списали у меня с карты ночью, пока я спал. И как раз, друзья, приходите к нам в чатик обсудить. Расскажу, чем все закончилось. Это был такой крючок. А теперь, Стас, можно задать тебе вопрос? Давай, давай. Что тебе нравится больше, чем сделать свою самую безопасную, самую продвинутую в мире платежную систему STAS? Да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите пять звезд в iTunes, твитите-ретвитите, ставите нам лайки, рассказывайте нам о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Это был выпуск про платежные системы, эквайринг, вот это все. И в гостях у нас был Дима Калинин из Авито. Дим, спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, спасибо. И пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok